Тема круглого стола. Взаимодействие разработчиков операционной системы прикладного ПО, проблемы унификации, способы их решения. Собственно, слово унификация вызвало такое оживленное обсуждение. На самом деле, во-первых, я даже не знаю, наверное, здесь все присутствующие и участники круглого стола широко известны, по крайней мере, по аудитории уж точно. Я уж не буду на это время тратить, тогда персонально представлять, когда буду давать слово, буду говорить. На самом деле, мне кажется, что так как присутствуют здесь у нас разработчики, индустрия, компании, им очевидно, что они создают экосистемы, как сделать, чтобы прикладной софт в их операционных системах, например, хорошо работал. Я знаю, что есть такая программа у Базальта, у Астры, и у ОМП наверняка есть своя программа. И поэтому в каком-то смысле эта проблема решается, но мой личный опыт, например, мировой опыт, мы хорошо знаем, что если говорить о широком рынке, там те же мобильные операционные системы побеждали и побеждают те, кто смог создать экосистему приложений, там миллионы приложений, а не тысячу или две, да. И тот же Microsoft, например, не смог это сделать. Если взять мой персональный опыт, например, с компанией Samsung, когда с 2011 года Samsung Linux платформ делался, а сейчас это Tizen, и даже такая крупная корпорация, которая единственная компания в мире, две компании Intel и Samsung, которые обладают всем стеком от производства до прикладных решений, даже они в итоге сделали нишевой продукт, который телевизоры, носимые девайсы, по разным причинам, в том числе и лицензионным, там, ну, не буду сейчас в бизнесе, но неважно. Но главное, что технологически оказалось, что создать такую широкую номенклатуру очень сложно. И поэтому это, в принципе, вопрос имеет смысл все равно. Даже если мы будем говорить, что, ну да, мы не претендуем, и это мое мнение, что, наверное, мы пока не претендуем на то, что мы хотим сделать операционную систему, которая захватит мир, там, будет конкурировать с тем же, даже Red Hat, я уж не говорю, с Android, на рынках международных, но внутри страны у нас есть достаточно широкая потребность. Я сейчас говорю скорее, вот, хорошо, что я здесь стою, как бы, вот, со стороны на это дело хочу посмотреть. Внутри страны все равно стоит достаточно серьезная проблема того, чтобы ускоренно внедрять технологии, чтобы они были качественные, чтобы прикладные системы, причем прикладные в широком смысле слова, например, антивирус Касперского, он должен, по идее, на наших операционных системах везде работать, и мы об этом не должны думать. А у нас зачастую возникают эти проблемы, и сегодня, может, даже про это кто-нибудь скажет, что даже вот такой известный продукт, который требуется со стороны государства, чтобы везде работал, перенос его с одной операционной системы. Хакерская атака? Да. Даже вот если брать не всю номенклатуру, а вот даже такие известные продукты, то их перенос связан с определенными трудностями и дополнительными накладными расходами, и я знаю даже обсуждение, ну, мы всегда же это открыто здесь все, кто сидят, друг друга давно знают, что а почему мы должны вкладываться, тратить ресурсы свои, если потом это никак не может окупиться. Я уже сейчас не говорю про оборудование, там есть спуститься ниже, там, архитектуры, которые наши отечественные или даже не очень появляются. Поэтому этот вопрос имеет смысл. Слово «унификация» хоть и вызывает некоторое отторжение, и вчера я сам говорил, что если это воспринимать, что давайте у нас теперь будет единое унифицированное что-то, это непонятно, что такое и не хочется, но, с другой стороны, подходы к этому какие-то должны быть. И, собственно говоря, я бы хотел сейчас не свою точку зрения выразить, а вот послушать участников, какие мы видим подходы к этому делу, потому что здесь нужно, в том числе, частные положительные примеры, best practice, то, что называется, да, рассказать, может быть, их можно масштабировать. С точки зрения регуляторики, может быть, что-то можно сделать. Александр Михайлович здесь одновременно у нас представляет, наверное, Академию криптографии, можно так сказать, который тоже в своем роде законодатель. И самое, может быть, важнее, что Минцифру, которая тоже определяет, вот как бы, и в том числе создает рыночные ниши для всех нас. И вот хотелось бы вот в живой дискуссии без всяких вот каких-то шор, хотя я понимаю, идет запись, там, трансляция, ну, наверное, в некоторых пределах мы можем все-таки говорить, обсудить вот этот вопрос. Если у кого-то при этом есть желание сказать дополнительное, потому что вот я сейчас сказал свое что-то, ради бога, вплоть до презентации, я знаю, у Дмитрия Николаевича есть презентация, было бы хорошо, потому что мы здесь не так часто собираемся, раз в год, и нам очень важно обмениваться, честно послушать друг друга, потому что темп изменения таков, а что не глобальный, я имею в виду, мировой, это и так понятно, а вот даже внутри что-то быстро меняется, и мы должны быть готовы к этому, если мы не будем реальность понимать, то можем просто-напросто награбли наступить и чего-то сделать не так. И поэтому я вот если, давайте вот прямо, если возможно, это Александр Михайлович, я с вас начну этот вопрос, вот после таких вводных мы внимательно слушаем позицию Минцифры и лично Александр Михайлович Шойтов. Да, добрый день, уважаемые коллеги, рад приветствовать, во-первых, всех участников конференции. Вообще насчет унификации, стандартизации, ну, первое хочу отметить, ну, страна, наверное, все-таки далеко продвинутая с точки зрения программного обеспечения Соединенных Штатов Америки, они очень большое внимание уделяют различного вида вопросов манификации, стандартизации, большие, ну, я не буду здесь говорить, какие конкретные институты работают по этому направлению, поэтому, как бы, хотя в то же время там огромное количество различных разработчиков программного обеспечения. Теперь, значит, у нас что? У нас импортозамещение. Да, значит, импортозамещение, это, значит, мы должны, первое, получить просто аналоги иностранных продуктов, операционных систем. Я буду немножко шире, наверное, говорить, прям поддельно про операционную систему, потому что, ну, это как бы базовый элемент, на самом деле там вся проблема, она шире. Вот, и соответствующие меры поддержки, они вот сейчас минцифры реализуются, активно этот процесс идет. Значит, ну, какие вопросы здесь, кроме самих мер поддержки? Во-первых, что такое отечественное, да, то есть, как вот нам понять, да, какой код отечественный, более того, с учетом того, что, значит, у нас еще и open source появляется, да, то есть, где границы? Ну, то есть, я к тому, что в текущей регуляторике это определено, да, есть порядок сам, да, но в дальнейшем в движении это, понятно, тоже будет развиваться, и поэтому здесь, конечно, говорить, что вот произвольным образом мы собрали как-то программу системы, операционную систему все равно нельзя. Значит, далее еще один аспект, это, значит, естественно, это аппаратное приложение ее к аппаратным и специфическим платформам. Тоже, конечно, надо увязывать, исходя из-за увязки вот с этим, с аппаратной платформой, которой она будет работать, конечно, должны быть некие механизмы унификации, ну, стандартизации, то есть, что-то должно быть положено. Дальше, импортозамещение, это, значит, ну, условно, первый этап. Вообще говоря, мы про технологическую независимость говорим. Технологическая независимость, дополнительный аспект появляется доверие. Доверие, за ним информационная безопасность. То есть, понятно, что тогда надо понимать, как устроена эта система, да, полноценного должны, значит, ну, или какое-то программное обеспечение, исходя из этого тоже к нему требования определенные будут предъявляться, по минимуму, да, ну, нужно будет, ясно, там, вход-выход, там, да, и как эта система, соответственно, устроена. Теперь, с точки зрения применения, где мы планируем это применять? Если это, там, просто частный бизнес, да, но здесь зона наиболее свободная. Если мы говорим о том, что у нас критическая информационная инфраструктура, да, это предполагается применять, если это ГИС, да, например, или вот у нас Гостех сейчас появляется, да, в любом случае здесь однозначно, совершенно государство, значит, из разных соображений, да, из соображений того, что, значит, действительно потребуется кооперация однозначно различных участников вот этого процесса создания в целом экосистемы программного обеспечения, оно будет такие требования предъявлять и требования, значит, просто постандаризации унификации, требования доверия и требования к информационной безопасности, потому что вот весь конверсию, экосистему надо отстраивать в безопасной разработке программного обеспечения, как дополнительная мера вообще говоря, да, но для конкретных видов системы это будет однозначно и для КИИ, вот для Гостеха мы прямо сейчас это проектируем, да, значит, как будет, значит, вот создаваться в целом, ну, в Гостехе, например, государственная информационная система целиком, да, то есть там это будет, значит, операционная система, ну, все системные компоненты, значит, и прикладные компоненты, которые в том числе будут разрабатываться, значит, и различными коммерческими компаниями, ясно, что они должны, значит, туда приходить, к ним предъявляются требования, они должны понимать, значит, в какой системе они работают, То есть вот совершенно необходимый пример, еще один приведу, который, наверное, здесь не к операционным системам. У нас сейчас есть одна задача, это разработать методы унификации для искусственного интеллекта. Тоже задача очень сложная, с моей точки зрения, может быть, даже больше к ней предъявляется, чем к операционным системам, потому что крайне менее формализованная область. Поэтому, собственно, откуда должны эти требования появиться? Унификация, санатизация, естественно, от разработчиков. То есть, на самом деле, действительно, должны собрать, в первую очередь, разработчики попытаться договориться, каким образом все вместе, чтобы эти были требования, всем удобно. А потом, наверное, предъявить ее государству, посмотрите, государство, если это будет хорошо поработано, буквально в отдельных элементах подкрутит. Я просто другой аналог приведу, мне ближе, потому что это ТК-26, санатизация криптографии. Тоже было много вендоров там в свое время, и, на первых порах, когда протоколы вот эти готовились, была такая достаточно жесткая борьба, что давайте вот мой, ну кто будет разрабатывать вот этот стандарт, да, соответственно. Это был этап, он прошел, прошло там сколько-то 10-15 лет, и в итоге сейчас коллеги вместе работают, и все хорошо. Вот, наверное, так вот я буду. Понятно. Александр Михайлович, вот я понимаю, что слишком широкий вопрос, как бы детали трудно даваться, но все-таки вы сказали вот Гостех. Можно ли считать, что вот подход Гостеха, это же по сути унификация, потому что мы говорим о том, что все ГИСы наши государственные будут разрабатываться на единой платформе, и тем самым все вопросы переносимости в каком-то смысле перекладываются на разработчиков этой платформы, если она работает на разных операционных системах, ну тем самым тот, кто сверху его разрабатывал, он не думает об этой всей сложности, особенно если внутри есть еще безопасная разработка со всеми делами. Вот это у нас по сути же, я правильно понимаю, что в каком-то смысле регуляторно все наши государственные ГИСы будут делаться в рамках вот этой платформы, да? И вот там какие сейчас у нас возникают в связи с этим вызовы, сложности? Вот я знаю, сегодня даже представитель Гостеха здесь должен был в зале быть, но он приехал, доехал или нет, к нам не знаю. Нет? Нету? Ну, значит, вот... Тоже это. Да, может подъедет. Вот здесь у нас, ну там есть разные вопросы, в том числе и безопасная разработка, наверное, для закрытых частей будет свой какой-то Гостех-версия, там это, ну это я про эту часть не говорю, вот открытая часть там, где понятно все. Вот там какие у нас сейчас вот сложности, сроки там, ожидается там через три года, что это более-менее будет внедрено, вот есть понимание? Нет, ну есть указ президента, и действительно туда ГИС переходит, соответствующие планы формируются сейчас, в этом году будет. Ну, это постепенно, естественно, поэтапно, те, кто больше готов, кому больше надо, соответственно, они в этом году уже будут переводиться, дальше в следующем году массово, вот, соответственно. Ну, да, нужно будет строиться система безопасной разработки, действительно, и важный здесь этап, что вот разработчики прикладного программного обеспечения должны будут как-то в этот весь конвейер безопасной разработки встраиваться. Вот это как раз... Ну, то есть это один из таких подходов к унификации, можно так считать, что слово унификация, к этому можно... Да, да, то есть унификация однозначно здесь будет, просто здесь много разных целей преследуется, ну, и чтобы это было быстро, чтобы это было безопасно, ну, по крайней мере. Понятно, и вот насчет искусственного интеллекта, потому что аудитория разная, что вы правильно поняли, я правильно понимаю, что все-таки идет речь об унификации с точки зрения, ну, скажем так, защиты данных, а не с точки зрения, что там обязательно на этой процессоре ты о своей модели обучаешь? А как про процессоры здесь, да, мы пока не будем... Идет речь о защите данных, вот об этой части, унификации. Да, и в связи с... сейчас мы рассматриваем в связи с тем, что действительно будут обрабатываться обезличенные персональные данные, да, и то есть в этой сфере. Но на самом деле это существенно нужно по существу, то есть это существенно нужно с моей точки зрения, просто это как бы отправная точка базовая, вот от чего можно отталкиваться, вот именно от таких критических применений. Да, конечно, там, где этих критических применений не будет, эта унификация, наверное, не будет обязательна, но она должна появиться. Понятно. Я просто спросил, почему, потому что буквально вчера обсуждалось, что вот там, ну, там, другими ребятами, что... а вдруг появится требование, что нужно обязательно, чтобы полностью все было отечественное, включая аппаратуру, там, а графических акселераторов нету, а как модели считать. То есть пока мы об этой части как бы не говорим, это отдельно, потом, если нужно будет. Ну, я так скажу, вот это первый этап, насчет аппаратуры, отдельный разговор... Отдельный разговор, да, это надо отдельную конференцию обсуждать. Мы немножко тем самым напряжение сняли в обществе, уже хорошо. Спасибо, Александр Михайлович. Дмитрий Николаевич, ну, наверное, представлять снова не нужно, да, уже на каждой нашей конференции, вообще мы часто здесь встречаемся. А вот позиция регулятора СТЭК все-таки это определенный сегмент, который сейчас в нашей стране, по сути, является законодателем лучших практик. ГОСТы уже все признают и на них ссылаются. Вот буквально вчера с Россетями я общался, они прямо у себя прописывают. Центробанка известно, что в апреле прошлого года написал, что ориентируется на СТЭК. Это, по-моему, положительно. Это значит, что сообщество, которое работает вокруг СТЭКа, и вот позавчера то, что у нас на воздействии совещаний проходило по стандартизации комитета, показывает, что в правильном направлении мы движемся. Но, с другой стороны, все-таки определенный сегмент, это не весь страны. Вот здесь ваше понимание вот этих всех вопросов, что к чему нас ждет, какие опасения реальные, и готовиться надо компаниям, чтобы их выполнять. А что пока является, ну, скорее пугалкой в каком-то смысле, и не нужно, надо работать просто. Спасибо, Рутен Ишханович. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже Александр Михайлович отметил, одно из составляющих, вернее, одно из направлений унификации является реализация требований по безопасности информации. Ну и, по сути, мы к вопросу унификации операционных систем, системного программного обеспечения двигались с точки зрения... Презентацию сделать? Что? Презентацию включить? Нет, не надо. Двигались с точки зрения установления требований по безопасности информации. Как все уже знают, на сегодняшний день, те, кто планирует реализацию своего программного обеспечения в государственных органах, в субъектах критической информационной инфраструктуры, через процедуры сертификации, эти требования таким образом обеспечивают единство подходов в обеспечении информационной безопасности в реализации функций по безопасности информации. Ну, как известно, наши службы установлены требования по безопасности информации и к операционным системам. В прошлом году мы совместно с Институтом системного программирования и с экспертным сообществом разработчиков программного обеспечения завершили работу по разработке требований к средствам контейнеризации, требований к средствам виртуализации. Буквально вчера пришла информация из Минюста, зарегистрированные требования по безопасности информации к системам управления базами данных и к многофункциональным межсистемым экранам уровня сети, НГФВ. Таким образом, через реализацию данных требований, в принципе, тот рынок системного программного обеспечения, который ориентируется в первую очередь на госсектор, на критическую информационную инфраструктуру, обеспечивается унификацией программного обеспечения системного. Кроме того, как уже многие знают, запущена работа в рамках цифровой экономики совместно с Минцифрой непосредственно под крышей Института системного программирования Российской Академии наук по созданию Технологического Центра Безопасности Ядра Линукс. Звучит как-то хорошо. Это непосредственно вашими руками это делается. На сегодняшний день в данную работу вовлечено уже значительное количество компаний, создан консорциум участников по поддержке Технологического Центра Исследования Безопасности Ядра Линукс. В данную работу заключено уже, как я знаю, 15 соглашений. Вовлечено более уже 70 различных специалистов, экспертов в данную работу. Есть действительно уже такие весомые практические результаты, которые в том числе уделяют внимание и международное сообщество. Вот, также, ну если мне... Будет чем пока? Конечно, конечно, давайте. Конечно, будет чем надо. Можно запустить тогда. Я так полагаю, что представители тех компаний, которые сейчас уже вошли в консорцию, находятся... Не, ну у нас идет трансляция, запись, потом люди посмотрят. Вы знаете, речь, ваша речь, Александр Михайлович, потом народ пересматривает, потом меня даже спрашивает, что имелось в виду. Хорошо. Вы меня просили про угрозы, перспективы. Вот, я так полагаю, тем компаниям, которые присутствуют здесь или смотрят нас удаленно, им, наверное, приятно то, что их отмечают, что они действительно уже ведут эту работу. И вот вопрос, да, вот этот технологический центр, он способствует консорциуму, он способствует созданию данного консорциума, он способствует унификации. Ну, с нашей точки зрения, однозначно, это так, да. То есть мы за счет создания версии безопасного ядра Linux, да, позволяем тем, кто идет на сертификацию, использовать данное ядро в своих продуктах, таким образом облегчая себе процедуру сертификационных испытаний. Значит, и уже по нашей информации, ну я на прошлой конференции показывал эту статистику, многие продукты уже используют ту версию ядра, которая поддерживается технологическим центром. И для нас это весьма важно. Также, естественно, мы не остановились на достигнутом, есть у нас и другие работы, есть работа по, так, ну это вот результаты центра, да, работы центра, многие о них знают. Я полагаю, не ошибся, да, мы вчера буквально сверяли данные. Значит, также ведется нами работа по повышению безопасности критичных компонентов операционных систем семейства Linux. В данной работе уже задействовано большее количество участников. Также у нас есть результаты работы, сейчас приступили к исследованию критических компонентов, да, и работа эта ведется, и в работу эту каждый день вовлекается все больше и больше количества участников. Поэтому я считаю, что через информационную безопасность мы, как никто другие, наверное, все-таки приближаемся к вопросу унификации. А вот с точки зрения вообще федеральных органов исполнительной власти, как потребителей, естественно, да, продукции, разработчиков, отечественных, весьма важно, чтобы эта унификация все-таки была, весьма важно, чтобы мы могли свое прикладное программное обеспечение, которое разрабатывается под конкретные задачи, естественно, использовать в различных средах, в различных экосистемах. Да, к сожалению, здесь у нас существует целый ряд проблем. И могу отметить, что, ну, как бы косвенно, вроде как это не задача федеральной службы по техническому экспортному контролю, но вот что касается средств защиты информации, что касается прикладного программного обеспечения, нам приходилось практически вручную зачастую решать эти вопросы унификации, да, зачастую нам приходилось собирать у себя компании, разработчиков операционных систем, разработчиков средств защиты информации, фактически заставлять их дружить друг с другом, может быть, где-то, ну, не столько угрожая, там, сертификатами соответствия, да, но призывая к тому, что мы должны работать вместе, наши продукты отечественные должны работать совместно. И тут, как бы, коммерческие интересы компаний, да, зачастую так было, они должны не мешать этому, да, почему? Потому что, ну, например, на начальном этапе создания реестра отечественного по введению которого осуществляют Минцифры, зачастую были проблемы, когда вроде все типы программного обеспечения есть, а вот собрать единую информационную систему, разработать под это прикладное программное обеспечение невозможно. И все почему? Потому что нет унификации, нет совместимости различных программных продуктов. Про средства защиты я уже сказал, про требования к средствам защиты, новости я сообщил последние, да, это требования к системе управления базами данных. Вы попросили немножко, так сказать, какие угрозы у нас будут, да, но угроз здесь не будет никаких, надо будет просто эти требования выполнять, и скоро мы доведем эти требования до разработчиков системного программного обеспечения, ну, и, в частности, требования к системам управления базами данных, вот, и надо будет свои продукты просто привести в соответствие данным требованиям. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы также продолжаем работу по разработке новых требований по безопасности информации, и в 2023 году мы займемся еще неохваченными, в общем, вопросами, будем разрабатывать требования к среде выполнения интерпретируемого, компилируемого, промежуточное представление кода. Тоже важный вопрос, потому что важный, это для нас элемент безопасности, мы считаем, что такие требования должны быть разработаны и установлены. Что еще хотелось бы отметить? Вот Руслан Мишханович сказал про безопасную разработку, вот, совсем недавно было, как раз, по-моему, позавчера, заседание подкомитета ТК-362, который как раз занимается вопросами стандартизации, процессов безопасной разработки. В этом году у нас весьма такая значимая, большая задача перед нами стоит, во-первых, переработать стандарт, этой работой уже сейчас занимается лаборатория Касперского, институт системного программирования. Совместно с нами мы будем сейчас обсуждать проект данного стандарта, новой редакции стандарта, общих требований с экспертным сообществом, а затем выносить его на обсуждение в ТК-362. Для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы потом на данный стандарт мы могли осуществлять сертификацию процессов безопасной разработки. То есть и в вопросах безопасной разработки, в вопросах качества разработки программного обеспечения мы также будем следовать кванификации вообще этих процессов, сложно сказать, единству требований больше, которые предъявляются к процессам. Поэтому для нас, естественно, это важно, потому что это важный момент, важно, чтобы уязвимости в продуктах устранялись, чтобы обновления доводились до потребителей продукции, чтобы процессы разработки программного обеспечения были выстроены фактически в каждой организации, которая занимается разработкой программного обеспечения, поставляемого на рынок сертифицированных средств защиты информации. Что еще хотелось бы отметить? Вот для того, чтобы повышать качество оценки средств защиты информации, также осуществлять качественную оценку организаций с точки зрения реализации у них процессов безопасной разработки, мы фактически каждый год повышаем требования к нашим испытательным лабораториям и органам по сертификации. Но если кто-то внимательно следит за разработкой нормативно-правых актов, у нас был совсем недавно разработан проект порядка аттестации работников органов по сертификации испытательных лабораторий, который будет подразумевать собой проведение тестирования и решение практических задач в рамках процесса. Уже сейчас мы осуществляем подготовленную соответствующую материально-техническую базу, разработаны соответствующие тесты, практические задачи, и фактически мы сможем таким образом повысить качество тех специалистов, которые проводят, естественно, сертификационные испытания. Ну и надо, опять же, отметить тот вклад, который вносит в эту работу институт системного программирования, потому что на базе института, опять же, и на базе нашего учебного центра ДНИПТЗЕ, мы проводили работу по подготовке специалистов, которые осуществляют испытания по выявлению уязвимостей, индекларированных возможностей в программном обеспечении. Изучались вопросы проведения стат-анализа, динамического анализа, фазинга. Поэтому за буквально последние два года нам удалось повысить квалификацию практически 60% тех экспертов, которые сейчас реально участвуют в вопросах проведения сертификационных испытаний. И даже в этом вопросе, фактически, мы также идем к единству стандартов по уровню знаний, стандартизуем этот уровень знаний, стандартизуем уровень квалификации. И поэтому, вне зависимости от того, какая лаборатория будет выбрана для проведения сертификационных испытаний, мы будем уверены в том, что испытания проведены качественно, и никаких ошибок, никаких уязвимостей в программном обеспечении сертифицированном у нас не будет. По крайней мере, количество их будет существенно снижено. Ну, на этом, наверное, все. В принципе, все, что хотел, я сказал. Спасибо. Новости все довел. Как вы хотели, Рутин Ишханович. Какие-то угрозы я тоже как бы высказал, да? То есть, чего ждать, как бы, к чему надо готовиться. Все достаточно мягко, мне кажется. Ну, сейчас скажет бизнес. Хорошо. Но что я хотел сказать, подтверждение. На самом деле, я погружен, как бы не могу так все-таки со стороны смотреть. Вот буквально вчера ко мне одна крупная корпорация, я не буду называть, потому что пока индей подписали, все договорились. Но несколько недель назад еще одна была, которая говорит, слушайте, а следующая версия ядра какую выберете? И ради этого уже готов вступить к консорциуму, чтобы следующая версия была нужна. То есть, я к тому, что это востребовано. Люди поняли, что это даст им определенные бонусы, сохранит их ресурсы, потому что делать это очень большие требования. Ресурсы и все такое. И другое то, что с новыми проектами приходят. По виртуализации еще не успели принять вот некоторые, а уже приходят, говорят, давайте вот вашу доверенную среду. Не важно, не финансируется пока это минцифра, а вы давайте в инициативном порядке начнем делать. Более того, мы в инициативном порядке с Postgres Professional начали делать, буквально вчера, да, запустили, или несколько дней назад уже ванильную версию анализировали. То есть, идет уже и вот такая активная работа снизу, что показывает то, что вот это правильно все запущено было. Это большое спасибо. И по образованию, что меня удивило, что вначале, конечно же, это в основном лаборатории были, да, а сейчас от компании приходят, говорят, слушайте, дайте нам слот, мы хотим, чтобы просто наши сотрудники прошли обучение. И вот это уже тоже, мне кажется, очень такой важный показатель. И движение идет вперед. Что касается унифицированных дел, если так уж перейти к нашему слогу на сегодняшнему, у нас с вами идет работа, которая называется унифицированная среда разработки, по-моему, да. И, наверное, в это какой-то смысл вкладывался, когда работа запускалась. И вот следующий по порядку, уж я пойду по порядку, чтобы никого не обижать. Вот, Леонид Леонидович, у нас АРПП, отечественный софт. Там ходит очень много разных компаний от зрелых, которые, я не знаю, Базальт входит, например, туда или нет, наверное, входит, и Касперский, и другие, до небольших компаний, которые не могут себе позволить на таком качественном уровне иметь все, я уже не говорю о компасе Зифе, а даже более простых инструментах, сборки и все такое. Вот ваше видение. Мы с вами обсуждали последний год назад, когда конференция была, подписывали соглашение и все такое. Процесс шел дальше. Вы, как вот видите, вот все, что было сказано, эти унифицированные среды, это все не нужно, например, уже и так все есть, можем использовать. Как максимально это задействовать, чтобы понизить порог входа для компаний на вот этот вот качественный уровень, что ли, я бы так сказал, даже не на рынок, потому что у них рынки есть, слава богу, они работают, а вот чтобы поднять качество и на следующем этапе не отсечься от этого всего дела, потому что ясно, что еще 2-3 таких хода, и многие компании просто не будут удовлетворять определенным требованиям. Спасибо огромное, коллеги. На самом деле, вот Дмитрий Николаевич показывал состав консорциума, практически все компании, которые там представлены, они у нас в ассоциации находятся, поэтому они уже вовлечены и работают. Это системный слой, да, системный слой. Что касается прикладного слоя, там ситуация несколько сложнее, не все еще выделяют или планируют уделять внимание вот этой работе по совместимости, в частности, унификации какой-то и так далее. Мы делали такой пробный заход после нашей встречи, вот, и результаты опроса, ну, пока они еще скромные, скажем так, кто в этой истории уже собирается играть либо играет, вот, с точки зрения взаимодействия. И здесь вот, я надеюсь, Дмитрий Николаевич разрешит мне потом разошлать презентацию, вот, и я еще раз проинформирую о том, что сделано за год и почему нужно этим заниматься. По поводу унификации я вот сейчас хотел сказать немножко, я знаю, что и СМИ здесь, я вижу, они есть, и нас смотрят, но аккуратно, возможно, я не буду потом это еще комментировать. Мы с Минпросвещения сейчас взаимодействуем в рамках в ГИС «Моя школа». Возможно, кто-то слышал про эту историю. И готовятся унифицированные функционально-технические требования к дистрибутивам. Вот, возможно, нам нужно здесь синхронизироваться. Сейчас пока РПП работает с департаментом цифрового развития Минпросвещения. Они подготавливают сейчас требования к дистрибутиву или дистрибутивам, чтобы обеспечивать некую единую совместимость или унификацию, чтобы сфера образования не зависела от дистрибутива какого-то конкретного вендора. Не знаю, насколько это хорошо, но некий набор требований. И эта работа сейчас активно развивается. Мы даже встречу там проводили с нами, нас приглашали. И, возможно, стоит эту историю к ней тоже подключиться дополнительно еще с точки зрения нашего сообщества этой задачи. По поводу того, как обеспечивается совместимость. На самом деле, я вот, как вы правильно сказали, в ассоциации разные компании. И те, которые с госсектором работали изначально, они более подготовлены, как мы понимаем, с точки зрения совместимости. Поддерживают не одно, а даже несколько операционных систем российских и так далее. А те, которые изначально работали с коммерческим сектором или продолжают работать с ним, они попали в реестр, как вы помните, чтобы получить нулевой НДС на свои программные продукты. И вот мы все еще общаемся с ними на предмет того, что заказчики до сих пор не просят и не ставят им задачу по обеспечиванию совместимости с российскими операционными системами. Отсюда они видят для себя сложность, что, а почему мы сейчас должны как бы вкладываться в переписывание либо в портирование своих программных продуктов. И может быть здесь как раз вот Александр Михайлович здесь с нами, может быть здесь нужно нам как бы более четкие сигналы в том числе давать, ну как бы в массы, чтобы и коммерческий сектор уже планировал переход на отечественные продукты. Потому что сами вендора, ну они же коммерческие сущности, они соответственно оценивают вложения, туда затраты и срок, когда это понадобится. Вот даже если мы сейчас попросим, это может быть где-то год-полтора-два, вот по поводу перехода на широкий круг прикладного программного обеспечения, в данном случае коммерческого. Вот, и на самом деле я сейчас вот скажу одну штуку, может кто-то улыбнется. Вчера у меня был разговор с одним из, с одной из компаний, которая обеспечивает как бы разработку прикладного ПО, как бы говорит, ты спроси, я спрошу обязательно у коллег, ты спроси, они могут, например, разработчики операционной системы с ОБД и так далее, если им дать денег, условно говоря, не могут ли они за нас эту работу провести по портированию, например, себя как-то подстроят, чтобы наши работающие с виндой продукты автоматически стали с ними совместимы. Ну, я не знаю, может быть коллеги отнесутся, прям интересно, я выразил большой скепсис, потому что мы уже не раз это обсуждали, все-таки нельзя одной стране сделать все за другое, вот. Но вдруг, это как-то я гляжу, люди улыбнулись, может быть что-то скажут на эту историю. То есть разработчики прикладного ПО очень хотели бы, например, выступить с инициативой, а пусть государство профинансирует операционную систему с ОБД и так далее, чтобы они вот эту задачу решили по совместимости в одностороннем порядке. Вот, ну, как бы я бы так хотел выразить эту мысль. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, Алина. Да, это понятно, было бы хорошо, если бы все за человека сделали, а он бы получил хороший бизнес. Но, на самом деле, вот эта проблема переносимости, она настолько нетривиальная. Вот простой пример, у нас был несколько лет проект в Самсунге по обеспечению переносимости CC++, там идея какая была, ну, не Java, но на основе базы идеи Java, что промежуточное представление транслировалось, а докомпилировалось на конкретном девайсе. Почему? Потому что в мобильных телефонах каждые несколько месяцев чуть-чуть обновляется процессор, и учет вот этой специфики дает иногда 20-30% производительности, а это, извините меня, батарейка, да, понятно. Так вот, мы там делали, все даже сделали, а потом они там с внедрением были сложности, потом Apple сделал аналогичную технологию, вот внедрял, там даже компликации есть. То есть, это огромный пласт технологический. Вот просто простым способом, что вот мы возьмем вот это, и оно будет работать, но оно будет недетерминированно, где-то иногда будет ломаться и не будет работать. Но это моя точка зрения. Сейчас вот Алексей Евгеньевич, он все-таки на этом, скажем так, рынке технологическом всю жизнь, и открытое программное посещение уж в нашей стране точно без него вообще представить невозможно. Базальт – это сам по себе уже бренд, и вы как человек уже бренд, очевидно. И вот ваше понимание, вот мы сейчас говорим, государство, наука, а вот с точки зрения компании, которая уже давно живет, вот в Минпросвещении, я знаю, что ваша операционка везде у нас в школах, да, правильно? Там есть, наверное, свои сложности. Насколько действительно, например, та же идея, Минпроса мы сейчас сделаем, и все будут счастливы, стандарты какие-то реализуемы. Какие сложности возникают? И вообще, ваша позиция к этим вопросам? Спасибо большое. Я, как я вначале, закрою, по крайней мере, надеюсь, что закрою тему унификации, которую я вчера поднял. Значит, мы с вами, коллеги, все знаем, какое значение имеет в наше время, да и раньше, слово, и особенно его трактовка произвольная. И, собственно, слово унификация меня как бы напрягло, когда я его получил от разных представителей средств массовой информации, вопросников. И рядом с этим словом не было ни унификация требований, ни унификация регламентов, что понятно и естественно. А было слово унификация программного обеспечения. Понимаете, да? Вот. А это, ну, как бы цепочка дальше строится. И это меня просто как разработчика программного обеспечения, да, цепочка, как бы, ну, никак естественно напрягло. Поэтому я думаю, что, цепочка, как бы, нужно следить за контекстом и учитывать, что даже если контекст абсолютно правильный, это слово может быть вырвано из контекста. Ну, это, собственно, мы все с вами сейчас учитываем. Но просто в данном случае это, как бы, очень важно. Теперь, значит, по вопросам, связанным с разработкой и разработчиками. Вы знаете, я должен сказать, что вот то, что происходит в последний год, да, вот я беру этот вот период импортозамещения, потому что импортозамещение у нас началось вот, 15 лет ему, как бы, было, вот, начиная со школьного проекта по СПО, да, это самое, в котором мы участвовали, и выжили. Вот, значит, мы, я внимательно довольно слежу и за форумами, и за каналами нашими, и наблюдается очень, в общем, радостная картина, что там очень много людей, которые не потому, что им сказали сверху из-под палки внедрять отечественный софт, а которые просто используют отечественный софт дома, в том числе, или в своих частных фирмах, где их не заставляют, или сами устанавливают отечественный софт буквально всюду, да, и им это нравится, они его открыли и говорят, да вроде бы ничего, вроде бы, это самое, вполне там сравнимо, там, с Убунтой, там, не говоря уже про Windows, там, вот, и так далее. Это, это очень радует, и я все время думаю, как бы нам не упустить этот момент замечательный. Вот, потому что если мы и здесь потеряем этот момент, то дальше будет еще сложнее, и так далее, и так далее. Это то, что меня как бы очень волнует. И среди вот этих вот людей, естественно, мнение которых мы собираем, есть довольно много разработчиков. Они задают вопросы, как там то сделать, другое сделать, там, все такое. И у них, естественно, требования, да, у регуляторов свои требования, а вот у этой массы разработчиков самых разных, частных, государственных, требования свои. Так вот, какие же требования? Может, это только у нас, я не знаю. Но их требования главные, ну, это активные, правда, люди. Это свежие версии. Свежие версии. А почему вы до сих пор не собрали 311-й питон? Он недавно вышел, но мы уже собрали, но мы действительно задержались там на пару месяцев или на полтора в среднем. Или собрали ГСЦ-313-й. Ура, собрали ГСЦ-313-й, сразу уже появились некоторые байки. Но про ядра я не говорю. Ядра — это обычные пользователи, они не понимают, что значит, новая версия ядра, но все равно им хочется посвежать. Это не важно. Но я говорю про разработчиков. И для нас как бы важно их поддержать, чтобы они не должны были перепрыгивать обязательно на другой продукт. Не потому, что мы против этого продукта, на другой продукт, на иностранный, я имею в виду. Не потому, что мы против, они коллеги все, но потому что нам бы хотелось удовлетворять их запросы достаточно полно. И это, теперь сравните это со словом унификации. Без уточнения. Унификация — это на подкорке просто записано, это тоска такая, это все. Значит, вот это тоже нам очень важно учитывать. И я должен сказать, кстати, по свежести версий, по это самое сейчас стало гораздо, ну, ресурсов требует, так сказать, как бы людских много, но стало гораздо проще и быстрее проводить сертификационные испытания. Все, да, и регламенты сейчас понятны, и мы участвуем в их обсуждении. То есть это вот то, что несомненный плюс. Я надеюсь, что это все даст возможность нашим разработчикам пользоваться свежими средствами разработки, и, соответственно, как бы у них будет меньше проблем. А консультации с разработчиками, да, по поводу прикладного, по системному, естественно, что мы все время проводим, и мы всегда готовы, мы всегда готовы им помочь, потому что мы тоже разработчики, все мы разработчики. И друг другу просто должны помогать. Особенно, если, так сказать, как бы мы работаем, а мы работаем с открытым кодом. Алексей Евгеньевич, спасибо. Я думаю, что вот, слава богу, и Дмитрий Николаевич здесь, и Александр Михайлович, у нас сейчас государство вообще, слава богу, не ставит задачу, что зафиксировали версию, все только ею будут пользоваться. Это как бы свобода вот использует последние версии, никак не отрезается. В этом смысле, в последнем с тем, что не было этой версии доверенной ядра, ничего не поменялось. Просто она дает дополнительные бонусы тем, кто хочет иметь устойчивую какую-то экосистему, развиваться, и вот мы вместе в сообществе, собственно, и пытаемся это сделать. Не отрезая вот ту часть, мне кажется, это вот цепень свободы очень правильно, и, надеюсь, сохраним, да, вот я здесь, потому что позиция государства определяющая здесь, да, мы, как ученые люди, что-то можем сказать, но регулятора не мы. Да, Валерий Юрьевич, вы у нас не из Linux-сообщества, у вас некоторый свой отдельный участок и, наверное, свои проблемы, при этом участок понятный, мы с вами в разных местах пересекаемся, иногда не на конференциях, вполне успешно реализуете, внедряете. Вот расскажите ваши проблемы вот в этом контексте, или наоборот преимущества. Да, спасибо. Несколько вопросов хотелось бы освятить. Вот действительно, как вот правильно сказал Артюн Ишханович, я порой ловлю себя на мысли, что мне, как программисту, как разработчику, мне, как представителю вот нашего предприятия, НТП Криптософт, было бы гораздо легче жить, если бы мы, как и в том числе другие присутствующие здесь, занимались бы тем, что работали на ядре Linux. Почему? Потому что очень многое уже наше государство сделало для того, чтобы те, кто работает с ядром Linux, они в итоге, так сказать, легче изделия. Вот как вот есть, а мы не такие. Есть вот детская игрушка, и там нужно, соответственно, либо шарик, либо там додекаэдр какой-то пропихнуть, вот в это. И вот все привыкли, что круглое, Linux, хоп, и оно там. Да, а у нас вот квадратно и никак в это отверстие не проходит. И мы вот единственные фактически разработчики, скажем, отечественного гипервизора. Мы одни из немногих разработчики отечественного ядра, полностью отечественного. Вот, но, к сожалению, не Linux. И интерфейсы у нас системные не такие. И вот сейчас мы как раз созрели для того, чтобы войти в сертификацию как раз по системе стек. И когда мы сейчас готовим документы, я понимаю, что мне зачастую непонятно, как вот в эту систему сертификации вложиться, потому что она сделана в большей степени для разработчиков Hydro Linux. Я не хочу сказать, что это плохо, я просто это так. Так получилось. И во всем. И когда, и порой в результате мне говорят, ну а что же вы вот это не сделали? Вот если вы вот так много всего делаете, а мы это не сделали именно потому, что мы делали все остальное. Мы разрабатывали собственное ядро, нам было некогда. Мы разрабатывали собственное гипервизор, нам было не до того, чтобы учитывать какие-то требования. И когда это уже все сработало и функционирует, и применяется в определенной сфере, возникают как раз вот эти проблемы. Честно говоря, я не знаю, как их решать по большому счету. Но мы стараемся, мы их будем решать. Но вот как наш, соответственно, этот кубик вместо партнера запихнуть. И это первое. Вот я хотел просто несколько аспектов осветить. Второе. Второе. Вообще, вот Алексей Евгеньевич правильно сказал, здесь, с моей точки зрения, нужно отличать термин унификация от термина стандартизация. Правильно и хорошо разработанный стандарт позволит сосуществовать хорошо и в рамках закона, и в рамках административных каких-то верных организаций разным разработчикам. Вот если мы, скажем, что, ну вот требования к компиляторам разработали, и вдруг окажется, вот сейчас у нас в России нет ни одного полноценного разработанного компилятора собственного. И вдруг окажется, что кто-то, какая-то компания, ну подобная, например, нашей, внезапно всплывет и скажет, а знаете, а мы уже разработали компилятор. Но он, к сожалению, не подойдет по требованию унификации, которая заложена под имеющийся компилятор. Что делать-то? Вот мне кажется, надо прямо сейчас разрабатывать не унификацию, а стандартизацию для того, чтобы и те, и эти смогли удовлетворить тем требованиям, которые заложены стандарты. Это второй аспект. Третий. К сожалению, вот у нас уже сейчас юбилейная десятая конференция, и я очень рад, что присутствуют представители органов государственной власти, но почему-то ни разу наша конференция не была связана с Министерством самообразования по-настоящему. А ведь у нас там очень много вопросов, которые нужно было бы обсудить, в том числе и в тех темах, которые мы обсуждали эти годы, и в терминах унификации, опять же. И школы, да, замечательно, но на самом деле операционные системы и остальное программное обеспечение разрабатывают не школьники, не выпускники вузов. А как сделать так, чтобы выпускники вузов приходили реально в отечественные компании, которые зарабатывают отечественные программные обеспечения. Вот это нужно обсудить. Мне кажется, вот нужно постараться в будущем учитывать это, и может быть, стать площадкой, которая сведет разработчиков, наконец-то, с высшей школой и позволит нам в итоге быстрее идти вперед. Потому что жизнь такая, что нужно быстрее. А как идти быстрее, если у нас вузы зачастую готовят не тех специалистов, которые нужны, а каких-то других. Вот. Это вот третий аспект. Ну, наверное, на этом я закончу. Спасибо. Да, спасибо, Валерий Ильич. Я на самом деле, если третий вопрос, я думаю, здесь всем присоединяется. Вот мы с Иваном Панченко в прошлом году даже договаривались как бы начать в МГУ такие истории. Я вот сейчас в вышке борюсь, потому что действительно дети на первом курсе начинают сразу в прикладу ходить. Их так учат. Их говорят, там больше денег. А если он на первом курсе неправильно обучается, не знает архитектуру, не знает, что такое нижнеуровневые представления, через эту алгоритмику то, что было и то, что в ведущих местах до сих пор это так на самом деле, он до операционной системы не проходит. Он никогда уже не будет этим заниматься. За редким исключением, когда это просто человеку Господь дал, что вот он это должен делать. Поэтому это системная проблема, это нужно действительно делать. Но во многих местах все еще это сохраняется, особенно в региональных вузах, в силу разных историй, кстати, как это ни странно. Вот в Нижнем Новливуде, например, я знаю. И мы сейчас в эту ассоциацию нашу включаем. Уже порядка десяти университета в нее вошли. Это, например, Чувашские. Мы их будем сюда притаскивать на эту конференцию тоже, так что это очень хорошее замечание. Не знаю насчет Министерства образования, это именно имелось в виду Министерство науки на это образование, не Минброса. А вот что касается все-таки регуляторики, мне кажется, здесь я вот не могу сказать, Дмитрий Николаевич, вы все-таки скажите, потому что мне кажется, что это не совсем все-таки верно. Мы всегда реагируем на критику. Нормально, да, значит. И вот в первом вопросе, который Валерий Юрьевич озвучил, как раз прозвучала некая критика к тому, что у нас требования заточены под линукс-системы. Но это абсолютно не так, да, и мы не ориентировались при разработке данных требований конкретно на определенные операционные системы. Может быть, конечно, при обсуждении документа экспертами, которые в основном являются представителями разработчиков линукс-системы, да, какие-то нюансы появились. Но Валерий Юрьевич, я могу одно сказать. Мы всегда готовы общаться. Мы всегда готовы принимать конструктивные предложения. Поэтому, если ваш квадратный гипервизор не входит в наши круглые требования к средствам виртуализации, то пожалуйста, Валерий Юрьевич, мы с вами видимся один раз в год, понимаете, на данной конференции. Мы можем видеться чаще, приезжайте, и мы готовы из вашего квадратного гипервизора, ну вернее не так, свои требования сделаем квадратным. Понимаете, да? Договорились, да? Вот, поэтому это ко всем. Я считаю, что критика должна быть более конструктивной, поэтому приезжайте с конкретными предложениями, именно в части текста документа. Мы готовы работать, готовы документ развивать. Они у нас не вот... Мы не пытаемся что-то зафиксировать. И поэтому, если будут действительно достойные конструктивные предложения, мы требования будем менять. Эта процедура у нас отложена. Что касается виртуализации гипервизора вашего, если он действительно у вас сделан, а я уверен, что он есть, то сейчас только это все принимается. У вас конкурентное преимущество, по сути, потому что в России у вас все есть, требований там специфичных под кого-то точно нет. И вы делаете. Более того, я бы рекомендовал, чтобы он все-таки у вас работал не только в вашей операционной системе, но и, например, других, в том числе в Linux. Вот у вас будет сразу конкурентное преимущество. И пас от Рената насчет образования и Windows. У вас же вроде как все-таки легче перенос осуществлять, чем людям из Linux среды. Но вот рынок огромный. Почему бы вам не адаптироваться и не выйти на этот рынок, когда школьное образование наше... Вот это не то, что нам общему не сделали, а не успевали. Ну, а вот это уже системная проблема, о которой я говорил, что даже компания Samsung не успевала сделать. Понимаете, вот в чем проблема. Если мы сейчас все пересядем на что-то вот такое, то мы потом не сможем конкурировать, а мы должны сохранить свою конкурентоспособность. Все-таки технологическая независимость, это действительно должно быть в долгосрочной перспективе, а не вот прямо сейчас. Вот представьте, что мы все ресурсы потратим, обеспечим на сегодня технологическую независимость. Я все время на эту тему шучаю и говорю, что представьте, что Курчатов купил бы 100 бомб. Что было бы с нами через 10 лет? Нужно было создать индустрию. Вот он создал индустрию. Ну, и он один, конечно, наши родители, деды. Они создали индустрию, и поэтому сегодня можно спокойно сидеть, всякие глупости говорить, умности говорить, что угодно, чтобы защищены. И вот здесь то же самое. Мы не имеем права решить задачу прямо здесь, сейчас. Мы должны решить задачу в перспективе. Вот это важно. И здесь очень важно, чтобы мы честно делились, обсуждали, и каждый нашел бы свою нишу в этом месте. Мне кажется, у вас она есть, и здесь нужно вот эту нишу занять. Роман Млицын, мы тоже давно знакомы. Я так понимаю, вы в клеще взяли Егора, чтобы с двух сторон. Расскажите позицию вас, потому что ваша компания, она, как и Базальт, у нас всего 3-4 компании, которые все-таки из 45, по-моему, операционных у нас на возилим в стране. Или больше даже. Ну, все-таки большую часть рынка контролируют и внедряют, и известны. И позиция очень важна. Спасибо. Хотелось бы что сказать. Конечно, вопрос унификации всего программного обеспечения – это, ну, довольно такая утопическая история, потому что все программисты хотят разрабатывать что-то свое, уникальное и сделать что-то новое. И вопрос унификации, наверное, нужно рассматривать в двух аспектах. Есть все программное обеспечение, есть операционная система, потому что, на мой взгляд, операционные системы немножко как бы они стоят отдельно. Почему? Потому что операционная система – это некая такая узловая точка для всего рынка IT. Потому что именно на операционные системы ориентируются все производители вычислительной техники, на операционные системы ориентируются все разработчики программного обеспечения. И с точки зрения роста российских разработок, как в области радиоэлектронной промышленности, так и в области программного обеспечения, определенная унификация подходов в отношении операционных систем, на мой взгляд, она крайне важна. Потому что, я вчера об этом говорил и сегодня скажу, разработчики программного обеспечения не могут делать свое ПО под десятки версий различных операционных систем. Это кратно, многократно на порядке удорожает стоимость разработки. Поэтому, конечно, необходимо искать способы снижения стоимости разработки для наших прикладных разработчиков, для разработчиков общего программного обеспечения. Точно так же крайне тяжело становится разрабатывать вычислительную технику под различные операционные системы. И, на мой взгляд, здесь есть несколько путей, по которым можно двигаться и по которым можно решать эти задачи. Первый путь – это, конечно, стандартизация. И это активная работа в технических комитетах Росстандарта. Это и 362-й комитет, и сейчас активно идут обсуждения в 167-м техническом комитете. Это про пакики и так далее. И это является действительно определенным путем и шансом каким-то образом выработать единые подходы. Ну, например, принятый в 2018 году ГОСТ по классификационным меткам действительно помог, на мой взгляд, навести определенный порядок в этой области. И теперь все разработчики ПО, которые используют классификационные метки, они выдумывают каждый свой собственный стандарт, а идут по определенному стандарту. Что на самом деле, во-первых, это удешевляет, упрощает стоимость разработки в перспективе. И это упрощает внедрение, упрощает сопровождение системы. Потому что теперь уже можно ставить продукты разных вендоров, да, они будут друг с другом кооперироваться и работать. Второе направление, это, конечно, на мой взгляд, очень сильно помогает как раз технологический центр безопасности ядра Линукса. Потому что, опять же, выбор конкретных версий ядра дает определенную точку отчета для всего рынка, как для разработчиков железа, так и для разработчиков ПО. Это тоже очень хорошее направление. И, на мой взгляд, как раз равноудаленность эсперана от всех коммерческих компаний действительно тоже дает определенный шанс выработать какие-то единые подходы и методы. В итоге, в заключении своего выступления хотелось бы сказать, что все-таки унификация определенная нужна. Именно как минимум в области операционных систем. Какие-то, может быть, общие подходы, архитектурные подходы, общие требования к фреймворкам. Это все нам даст хорошую возможность действительно быстро разрабатывать информационные системы и вводить их в эксплуатацию. До тех пор, пока у нас происходит полная, так скажем, раздрай в области операционных систем, никто из, ну, большая часть разработчиков не могут принять решение, как им во что инвестировать, под что разрабатывать. И это, на мой взгляд, является прямо таким стопором для развития всех IT-технологий в России. Поэтому я бы все-таки двигался в сторону какой-то определенной стандартизации, хотя бы каких-то общих подходов и так далее. Спасибо. Спасибо, Роман Николаевич, Роман Александр Семаков. Александр Михайлович, вы уходите уже? Вообще, у меня была идея, что в конце каждого бы два слова сказал. Раз вы уходите, может, вы тогда скажете два слова, и у вас это с ученого-услышанного. Может, просто... Мы очень профессиональный диалог, но надо искать точки. Продолжайте. Ну, правильным путем движемся? Ну, в целом, да. Мнения-то разные, надо их приводить вместе. Удачи, коллеги, спасибо. Ладно, хорошо. Спасибо, Александр Михайлович, за свои вопросы. Роман Александрович, вы представляете компанию RedSoft. Это как раз те самые три плюс-компании, которые у нас в стране все-таки прямо передовые. Плюс не будем говорить, раз сегодня они не пришли, я имею в виду, если они в сообществе есть. Это не совсем все-таки ОМП, да? Ядро Linux. Это все-таки мобильная платформа. Вот и плюс. Да, вот и плюс, да. Коллеги в зале из России, если что. То есть, в принципе, у нас полный кейс есть. Пожалуйста, вот та же самая история. Ну, я понял, да. То есть, я по ходу дискуссии сразу записывал, поэтому, может быть, будет не совсем линейно. Но, в общем, общая мысль у меня такая, что слово «унификация» надо исключить. Просто исключить из диалога и силу разности понимания. Хотя, с другой стороны, мы сейчас наблюдаем, что каждый использовал слово «стандарт», «требования» и так далее. Поэтому «стандарт», четкое, понятное слово, «стандарт», «стандартные требования» и «стандартизация требований» тоже, в принципе, всем понятно. И, мне кажется, разногласий не вызывает. Здесь важно отметить, что стандартизация чего-либо – это с какой-то стороны гарантии всем подсистемам, использующим и взаимодействующим между собой. То есть, это некий договор между кем-то и кем-то о том, что это будет делаться так. В чем здесь преимущество? Можно выделить, что если этот договор всем известен, то можно делать участие подсистем одновременно и независимо. Не надо ждать, пока кто-то сделает супер российскую операционную систему, которая завоюет всю страну, и потом начинать под нее разрабатывать ПО. Надо сделать какой-то набор, возможно, какое-то требование или нет. На мой взгляд, в принципе, в этом плане не так все плохо. Все-таки Linux достаточно зрелая система, ну, там, если взять версии пакета библиотек, маленечко приложить, там, как-то голову и навести порядок, и подумать об этом, наверное, можно прийти достаточно быстро к какому-то техническому решению. Вот нет у меня здесь серьезных, там, проблем. Вот в части СУБД, например, я вижу там со стороны СУБД достаточно хорошо, то есть там может быть гораздо больше проблем. То есть разные СУБД, зревшие там в течение 40-50 последних лет, выросшие до монстров и которые теперь надо заменять, у них, помимо SQL-стандарта, там просто множество расширений, которые, ну, которые очень непросто реализовать. Вот, и здесь я бы плавно перешел к моменту о том, давайте перепишите все за нас. То есть вот с точки зрения Linux очень интересная история, и с точки зрения СУБД тоже очень интересная история. У нас были такие случаи, действительно, к нам приходили и спрашивали, а сколько будет стоить и сколько займет времени, чтобы перевести нашу систему, которая, там, десятилетиями разрабатывалась, там, под Oracle, перевести ее на вашу СУБД. То есть мы, конечно, оценили, посмотрели и прочее, но в целом эта задача нереальная. В то же время мы делаем прикладные системы, там, у нас есть платформа, там, крупнейшие, там, какие-то системы в стране. И мы понимаем, что, а могли бы мы, например, платформу мигрировать куда-то, то есть кто бы мог это сделать, со стороны СУБД или со стороны платформы, там, допустим. То есть, ну, понятное дело, что это обоюдный процесс, только обоюдный. Там, разумно сделать некоторые вещи на нижнем уровне. Это разумно и полезно, например, даже в СУБД добавить, как говорят, фич, которые есть в других. Но часть требований разумно сделать в прикладной части. А вообще миграция начинается, там, с того, что надо просто вычистить половину ненужного легоси из прикладной части. Это сразу всем сделает легче. Вот. Ну, касательно, например, сделать и все за нас, вот у нас все работает в Windows, как бы нам было. Есть же на эту тему подходы, те же самые вайны, там, ред вайны. Вот. То есть, партнерство можно начать с того, что взять и запустить все это на, ну, примерно как есть. Но думать о том, что надо мигрировать в родную среду, все равно надо. Все равно надо. То есть, я призываю всех прикладных разработчиков подумать, как, когда это сделать. И, на мой взгляд, уже нужно это сделать, независимо, там, есть доступность для Windows или нет. То есть, есть несложные системы, есть написанные уже, там, вот эти питоны, там, всякие, да, очень модные. Но там же нет проблем. То, что там работает, на винде работает, не на винде работает. То есть, есть, я уверен, большой пласт систем, которые уже не так сложно мигрировать на Linux. Есть, конечно, серьезнее, там надо думать. Очень, очень, мне кажется, вот Валерий Юрьевич рассказывал о своем подходе. На мой взгляд, это очень ценный подход, что люди делают самостоятельно, проходят этот путь. И, возможно, обходят какие-то известные уже грабли. Вот. Ну, и в конце все-таки, да, какое-то такое заключение, может быть, чуть-чуть предостерегу, что требования, вот важно, стандартизуя требования, важно рассказать людям, что должно быть сделано. Но обязательно не надо говорить, как. Вот это надо обязательно исключить. Нельзя требовать, что автомобиль имел именно там бензиновый мотор. Вот автомобиль должен иметь колеса, тормоза, руль, там примерно, чтобы пользователю было удобно, а не чтобы он там искал, куда нажимать. Привычно, потому что это безопасность. Требования безопасности, там, должны быть к автомобилю, там, краш-тесты и так далее. Но какой автомобиль внутри? Ну, если только с точки зрения экологии, там тоже наложить ряд ограничений. Но не обязательно надо требовать, чтобы он был там четырехцилиндровый, там, и так далее, и так далее. То есть вот, а бывает, то есть мы наблюдаем, что иногда такие требования бывают. Вот тут вот как бы, ну, мы принимали участие, например, в работе у нас требований к СУБД, вот, во встыке. То есть, да, можно обсудить, сказать, заявить, такие требования. Но они могут быть просто по случайности попали там или как-то где-то. Я не говорю сейчас, кстати, что они там были, просто вот работая над этим вместе, можно эти требования исключить, убрать, заменить, переформулировать. Важно обеспечить, что должно быть стандартно, а не как это должно быть сделано. Тогда это оставляет место для творчества, для разработчиков. Они будут делать, идти своим путем, делать это по-другому, но работать оно будет так же. Вот это вот важно, на мой взгляд. Ну, и какая-то, наверное, минимально необходимая достаточность, чтобы, ну, не делать требования ради требований. Вот примерно такие на тему у меня мысли. Нет, требования тоже мысли, да, согласен. Вот сейчас выдвинул требования к требованиям. С автомобилями, по-моему, это ящик Пандоры, потому что как раз ровно сейчас включают все двигатели внутреннего сгорая. Но тут требования экологии, наверное. Ну, какая разница, можно оправдать любое в этом смысле, а завтра скажут. Да, да, да. Да, Дмитрий Николаевич, я. Опять, опять определенная критика, да, ну, хорошо. В первую очередь мы ориентируемся не на требования, требования это бумага. Для нас важны продукты, да, их количество, их качество, их безопасность, понимаете, да, в первую очередь. Вот, а все-таки требования, они должны быть, и когда мы требования разрабатываем, мы стараемся не сдерживать творческий процесс, понимаете. Для этого мы на нашу площадку, для обсуждения требований, приглашаем фактически все экспертное сообщество. И через сито экспертов мы просеиваем этот документ дважды. Мы выносим на голосование какие-то там проблемные вопросы, да. Поэтому наши требования, как нам кажется, вот проходя через вот экспертное сообщество, они становятся реализуемыми, понимаете, да. И они ни в коем образе не сдерживают вас в том, как вы это реализуете, понимаете. Но вместе с тем они устанавливают минимально необходимые требования по безопасности. Вы можете идти дальше, можете развивать там и функции по безопасности, и интерфейс своего продукта. Абсолютно никак вас не сдерживаем. Но для того, чтобы потом создать из элементов конструктор системы защиты информации, информационных систем, объектов критической информационной инфраструктуры, нам важно восстанавливать этот минимально необходимый набор требований, понимаете, да. Дмитрий Николаевич, именно поэтому я вас к примеру привел. То есть я, это не критика, это было то, что действительно, если работаете вместе над стандартом, то вот какие-то промашки, которые требуют то, что именно как надо там сделать, а не что сделать, это можно обсудить, исключить, да. Я поэтому и сослался, это не критика была, это наоборот. Дмитрий Плохо услышал, значит. В связи с тем, что мы сейчас сказали 3+, спасибо большое, Роман Александрович. Я думаю, все-таки, если можно, перескочим на Романа Тимуриевича, который вызвался, что все-таки не мобильная платформа, оказывается, а Linux. Я думаю, что вы сейчас со мной уже не согласны. Расскажите все-таки. Одно другому не противоречит, не противоречит. Да, свои проблемы возникают. Мы вот с вами несколько раз были в Минцинфе на совещании, где там обсуждается на базе вот андроидного, опенсорсного сделать платформу, еще что-то, когда конкурентные вопросы возникают. И здесь я чувствую, что есть, может быть, серая зона, которую традиционные разработчики операционных систем мы, может быть, не чувствуем. Да, да, я вот как раз хотел про это сказать. То есть мы системные программисты, немножко варимся в своем стаку. Мы действительно достигли очень классных результатов по совместной работе над Linux с ядром, сейчас над компонентами. Это очень здорово, но наши продукты сейчас выходят за рамки специального программного освещения. То есть, да, мы эту нишу покрыли, мы какие-то суперважные задачи можем закрыть, мы становимся мейнстримом. И когда мы выходим на продуктовый рынок, нам нужно больше думать о прикладных программистах. Сейчас, если пойти в любой крупный банк, ну, даже сейчас мобильную возьмем тематику, но это касается десктопа. Тебе CTO банка большого скажет, у меня 500 программистов iOS. Вы разрабатываете на QT, там C++, елки-палки, какой C++? Вообще, они в институте, дай бог, это проходили. Идешь в любую крупную нефтегазовую компанию, у которой сейчас огромные IT-команды, и которые продолжают инвестировать в то, что разрабатывают на станках, которые несовместимы с отечественными операционными системами. И как вот здесь коллеги уже говорили, да, можно подгибать системы под станки, можно станки подгибать под системой. Что делать, да, собственно? В общем-то, мне кажется, есть три крупных пласта, которые от самого простого до самого сложного. Самый, наверное, простой – это сейчас новые сервисы, особенно там, где участвует государство, делать более кроссплатформенными. Ну, опять-таки, самый простой пример – это Рустор. Безусловно, с участием государства делаются мобильные сервисы, и эти мобильные сервисы, они будут, наверное, стоить миллиарды, несовместимы ни с одной операционной системой, которая здесь представлена. Хотя их можно было бы сделать совместимыми, путем не нужно делать какие-то библиотеки на уровне разных операционных систем, это сделают программисты и представители компаний. Но сделать открытые протоколы и учесть то, что эти протоколы, API, я имею в виду сетевой API, можно использовать разным системам, вполне можно. И это уже создаст, как вы говорили, я уже записал, решение задачи на перспективу. Это уже создаст то, что когда эти сервисы будут созданы, у нас мы можем заменить, в данном случае, Android или iOS на тех рынках, на тех использованиях, где могут использоваться наши продукты. Или то же самое касается, на самом деле, Windows, синхронизация контактов, синхронизация времени, пуши и так далее. Огромное количество сервисов. Это, мне кажется, самое простое, что мы можем сделать. То есть уже, ладно, с Legacy забыли Legacy, новое, когда делаем сейчас, учитывать, что отечественные операционные системы станут мейнстримом, никуда не денешься. И, возможно, это сейчас будет чуть-чуть дороже, но потом это переписывать будет просто неимоверно денег стоить. Следующий шаг. Это разработка прикладного ПО и инструменты на отечественных операционных системах. У нас огромное количество людей, кто разрабатывает под Windows, у нас огромное количество людей, кто разрабатывает под Android и под OS. Соответственно, что мы можем тут сделать? Тут посложнее задачка, потому что, безусловно, есть сегменты, где-то более популярен Kotlin, где-то более популярен Swift и так далее. Нам нужно думать совместно с отечественными операционными системами, как приблизиться к этим людям, к этому рынку, с одной стороны, но и рынку глобальному, я имею в виду прикладным программистам, тоже нужно идти навстречу нам. Потому что если они будут ждать, что будут подгибать системы под исполнение команд Windows, это всегда будет для нас отставание. Это невозможно. Но это, безусловно, очень сложная задача, учитывая то, что у нас в стране, к сожалению, нет хорошей экспертизы в разработке фреймворков. У нас была отличная с точки зрения JetBrains, безусловно, это классная была команда. Вот об этом надо задуматься, нет ответа на этот вопрос, но, опять же, цитируя Рутину Ирисхановича, это целая индустрия. Ну и в перспективе, когда вот эти задачи будут решены, можно будет задуматься о каких-то заоблачных целях, когда компания разрабатывает ПО, и это ПО в силу API, в силу инструментов и программистов, которые обладают квалификацией по поддержке этого ПО, запускается на разных операционных системах или компилируется под разные операционные системы с минимальными установками. Но это очень далекая цель. Мне кажется, сейчас можно заняться более близкими и потихонечку к этому приближаться. Да, Роман Тимович, вы сейчас прямо хорошую тему зацепили. Это тема для отдельного круглого стола вообще. Точно. И может быть, ни одного. Ни одного, да. Но при этом это, наверное, правильный путь, потому что если слово в унификация хоть как-то применимо к этому... Вообще сегодня, честно говоря, это слово... Аня, молодец, нас в свое время подвигло. Мы все же добровольно согласились на название этого круглого стола, да? Оказалось очень такой провокативным, чтобы мы как раз обсуждали, перегруженным. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, представитель лаборатории Касперска, правильно, да? Да, коллеги, добрый день. Вы разрабатываете свою операционную систему. Я был на 20-летие, там, да, Женя пригласил. Делаете, естественно, самый ваш флагманский продукт, который везде в мире все завоевал. Сейчас, правда, некоторые не любят его по каким-то политическим причинам, но в целом понятно, что... Продолжает любить. ... из лучших продуктов в мире. И у вас с двух сторон взгляд на это дело, как бы. И с точки зрения разработчика операционной, и с точки зрения того, к которому нужно под это все адаптировать. Расскажите, пожалуйста. Я хочу начать вот с чего. Когда-то один интересный человек сказал, да, чтобы объединиться, надо сначала хорошенечко размежеваться. Вот. Кому интересно, можете посмотреть в интернете, кто сказал. Так вот, мне кажется, что с размежеванием мы очень успешно путь прошли. Да, все, задача? С самодельцем побывали, да? Да. Понятно. Вот. Значит, мне кажется, что с размежеванием мы успешно путь прошли, и вот теперь, мне кажется, пора объединяться. Но когда мы говорим про объединение, важно понимать, что объединяют не требования, объединяют не законы, объединяет идея, да. И вот мне кажется, важным самым понять, А что такое вот наша такая национальная, или там такая, не национальная, а внутренняя идея, связанная с вычислениями, что это такое? И вот тогда, когда мы это поймем, мы тогда сможем дальше двигаться вперед. Вот сейчас на текущий момент я вижу, что мы какие-то пытаемся решать задачи, прям буксуем в эту сторону, а какая идея-то за этим следует, что объединять, да, то есть где мы должны вместе сесть и сказать, смотрите, вот у нас такая идея, побежали туда вместе. Это вот, мне кажется, важный первый момент, который нам нужно обсудить на, может быть, отдельном таком круглом столе и все-таки ее выработать. Почему? Потому что, когда мы говорим про идею технологической независимости, я очень люблю математику, есть там такая интересная вещь, да, есть необходимая, а есть достаточные условия. Мне кажется, технологическая независимость — это такое необходимое, но далеко не достаточное условие, чтобы мы могли двигаться дальше. Теперь, что касается то, где мы видим дальнейшее развитие, как можно попробовать здесь объединяться. Значит, когда мы говорим тоже про объединение, важная вещь, я думаю, что здесь вот коллеги в СЭК об этом говорили, да, что нам нужно научиться внутри воспитать культуру объединения, да, потому что многие компании на Западе научились это делать, они прошли эту фазу размежевания объединения и научились объединяться для решения совместных задач. Вот мне кажется, здесь нам нужно эту культуру у себя найти, воспитать, и тогда движение пойдет гораздо быстрее. Где мы видим сейчас, мы это можем начинать делать? Мы разрабатываем, собственно, операционную систему, и вот когда нас спрашивают, а почему вы вообще начали заниматься, почему вы вообще умеете угадывать будущее, да, это вот вопрос очень часто дает Евгения Валентиновича, отвечаю очень простой момент. Наша идея, мы говорим следующим образом, у нас есть идея внутри компании, которая звучит примерно следующим образом. Мы делаем мир безопасным, и поэтому мы смотрим сквозь десятилетия, пятнадцатилетия, что будет впереди, и впереди мы сейчас видим следующее. Появился на горизонте айзвер под названием искусственный интеллект, за ним движется континент под названием фантовое вычисление, и вот мы уже смотрим туда, и когда вот мы сейчас пытаемся здесь дискутировать, мне кажется, нам нужно вот сквозь наши идеи понять, а как нам с этим айсбергом-то дальше быть, и континентом двигающимся. Это вот позволяет нам двигаться вперед, то есть отсюда возникает Касперский ОС с новыми технологиями, с новыми патентами, оно вот возникает за то, что мы смотрим в будущее. Где мы сейчас видим возможность к объединению? Во-первых, ну так случилось, наверное, к счастью, да, что много здесь ребят и, собственно, операционных систем, они базируются на Linux, и первая унификация, о которой мы можем здесь поговорить, это унификация бинарного интерфейса. Слава богу, сейчас благодаря тому, что Linux все мы используем System 5 EBI, мы в операционной системе немножко модернизируем, поэтому, мне кажется, можно вот следующим таким практической задачей попробовать разработать стандарт собственный, который будет базироваться на System 5 EBI, куда мы в том числе сможем внести определенные корректировки, чтобы можно было создать те самые инструменты, унифицированные, про которые мы здесь все говорили, разработки оттолчений. Это возможно было бы сделать. Что касается API, здесь мы тоже можем, в принципе, поработать, и можно понять, какие есть базовые унифицированные интерфейсы уже программные, чтобы можно было сократить для тех же самых разработчиков, которые, как правильно коллеги сказали, нужно начинать поступательно перемещать то, что есть на Windows, на атоматичные операционные системы. Хорошо, давайте сделаем какой-то унифицированный базовый интерфейс. Этим тоже можно позаниматься. Важный, вот коллега поднял очень важную тему, спасибо большое, это история с фреймворками. Когда мы, вот очень часто я разговариваю с разработчиками, и когда мы говорим, ну вот, ребята, а что вы не хотите на этот фреймворк перейти, или на другой, они говорят, коллеги, ну смотрите, а что переходить? Вот что вы конкретно можете предложить? То есть вот на текущий момент, когда мы здесь говорим, давайте какой-нибудь предложим фреймворк, но он же где-то неэффективен, и, соответственно, если что-то предлагать, тогда можно попробовать в кругу или в столе обсудить, и, может быть, мы что-то сможем предложить интересное, тогда к этому подтянутся программисты. Когда мы пытаемся кого-то там назад смотреть, ну, очевидно, это молодежь не возбуждает абсолютно, то есть это для них неинтересно. Поэтому я, в общем, предлагаю подвести короткий итог, что давайте разработаем идею, она нам позволит объединиться, давайте поработаем культуру, чтобы мы могли объединяться, и дальше эту культуру масштабировать. Давайте попробуем вот с конкретики начать это, унифицируем именно EBI, это позволит действительно разрабатывать важные, вот те самые инструменты доверенные, которые позволят собирать в итоге коллегам программные продукты. Это вот то, с чего можно начать в практической плоскости. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Геевич. Да, это хорошо, что уже конкретные даже предложения. На самом деле, мы все-таки программисты, и уже лет как 30 перешли на оперативную модель, вы же понимаете, поэтому культуру и все остальное все-таки надо строить по процессе, а они вначале построим, потом поедем. Не получится. И жизнь для нас. И поэтому вот мы все время пытаемся, получаем обратные связи иногда, в виде кирпича иногда, в виде чего-нибудь другого, с синяками там, со всеми делами, движемся вперед. Вот Алексей, руководитель Центра, как раз который сейчас это возглавляет, ядро Linux первую очередь, но не только, вот Дмитрий Николаевич показал там, на самом деле запустили ванильную версию, на ней работаем. Алексей, скажи вам. Спасибо большое. Я к Центру вернусь, но начну, наверное, чуть-чуть издалека, раз как раз по унификации, стандартизации интерфейсов речь зашла. Ситуация в мире, естественно, встречается не в первый раз. Вспомним 70-е годы, когда были там сотни Unix, народ точно так же писал программное обеспечение под какой-то конкретный и был в ужасе о том, как это переносить между ними. В результате появился POSIX, интерфейс которой достаточно странный, потому что решение было принято крайне, так сказать, простое и топорное, но оно на самом деле сработало. То есть в POSIX запихнули объединение того, что было во всех Unix. Как бы получилось нечто странное, но рабочее. На самом деле, как раз про EBI, раз пошла речь, в 90-е годы, ну в конце 90-х, тогда та же самая картина возникла с Linux. Тогда все поняли, что у нас куча Linux, и опять же ПО переносить между ними большая головная боль. Появилась идея стандарта Linux Standard Base. Благо мы находились внутри процесса разработки собственного SAS Free Standards Group, который потом переродился в Linux, Foundation непосредственно этот стандарт разрабатывали, разрабатывали инструменты, которые его поддерживают. Видели все изнутри, эта идея была, в общем-то, тоже классная, давайте мы там сделаем небольшую настройку и стандартизируем то, что есть во всех ведущих дистрибутивах Linux. И позволим переносить исполнимый бинарный код между данного дистрибутива и запускать нажатию мышки без дополнительных усилий. Идея в итоге не взлетела. То есть появилось несколько компаний, достаточно крупных, которые начали пользоваться. Там Siemens сделал свои продукты бинарные на этом стандарте. Ну, кстати, CryptoPro до сих пор выпускает бинарники у нас, которые LSB, они там не просто так эти буковки, это именно реализация этого стандарта. Случайно совершенно наткнулся, электронную подпись обновлял. Ну, и в глобальной идее не взлетело. В середине нулевых, точнее, в конце уже нулевых, стало понятно, что не работает. Пришли контейнерные технологии, их аналоги, и все стали делать контейнеры, перестали бороться за бинарную переносимость. Соответственно, в нашей ситуации мы можем попробовать реанимировать идею, попробовать посмотреть, можно ли это сделать. Вопрос реалистичности, на самом деле, открытый. Но если вспоминать историю, можно вспомнить совсем другой подход. Еще вот с X-Windows тоже была большая беда с разнообразием графических интерфейсов под Linux, Unix платформы. Там мы пошли немножко другим путем. Пытались тоже сначала стандартизовать интерфейс, но выгляделось в том, что появился единый open-source проект, который реализовывал интерфейс, и, собственно, все стали жить поверх него, включая эту реализацию фактически в свои продукты. Но если вернуться теперь уже к нашим центрам и нашим реалиям, я хотел отметить, что движение, на самом деле, снизу-то есть. В рамках технологического центра по ядру Linux в совершенно инициативном порядке, совсем не то, что у нас исходно заложено в ТЗ, появилась там дополнительная уже рабочая группа. То есть, первое, по доверенной загрузке, в рамках которой обсуждаются, в том числе, вопросы, взаимодействия операционных систем со средствами доверенной загрузки, и, возможно, какие интерфейсы там могут возникнуть. И второе предложение, наверное, крайне релевантно и коллегам из лаборатории Касперского, коллеги из группы ID, Тимур Черных, выступил с предложением, давайте мы сделаем для Linux интерфейс, который, ну, в каком-то смысле будет напоминать Mac OS Endpoint Security, то есть интерфейс, который позволит антивирусам и песочницам извлекать информацию о происходящем в системе, унифицированном, и решать свои задачи не кучей костылей, которыми сейчас приходится делать, а как-то более по-человечески. И что важно, озвучивая эту идею, он не пришел к тому, что давайте нам мастер-базальцы сделают эту реализацию, а мы потом на нее сядем. Он пришел, что давайте мы вот как бы своими силами прототип попробуем сделать, запустим его в работу, и если действительно слетит, и компании, которые хотят этим пользоваться, поддержат, мы действительно рассмотрим вариант, чтобы, по крайней мере, в отечественной операционной системе, и, конечно, еще лучше в AppStream этот интерфейс войдет. И мне кажется, такой подход вот таких конкретных практических приложений, которые возникают, отталкиваясь от реальных потребностей, это действительно правильный путь, к которому мы можем прийти к решению, по крайней мере, части задач. Спасибо, Алексей. И на самом деле, вот когда у меня провокационный вопрос по дороге созревал, но я все-таки его задам такой, не то что провокационный, а скорее тем, кто разрабатывает операционные системы, вот есть ли теоретическая возможность, что вы между собой договорились, сказали, а давайте средства разработки делать вместе, чтобы у нас в стране просто средства разработки, да, мы каждый из нас будем добавлять туда может что-то свое, ну, например, Swift++, придумаем, что-то добавим, новый язык сделаем, ну, хотим, а вот базовые средства, мы, они работают на всех платформах и какой-то один центр, например, мы как люди, которые компилятор собаку съели вместе с сотрудниками этих компаний, его постоянно поддерживаем в актуальном состоянии под новое оборудование, потому что GSC, если более-менее понятно, LVM уже не совсем понятно, что с ним может произойти в любой момент, специалистов не так много в компаниях внутри, если взять JavaScript engine и другие питоны, то там выяснилось, что все так плывет, я уж не говорю про с точки зрения требований по сертификации, слава богу, у нас есть компания Java, которая развивает, вот Bellsoft сидят скромно, даже глаза не поднимают, но есть квалифицированные люди в стране, в том числе в компаниях, которые это делают так или иначе, может быть мы как бы и к Минцифре обратимся и в конце концов скажем профинансировать это дело и вместе сделаем вот как раз вот это, базовые средства разработки, которые более-менее одинаково работают на всех, и да, я понимаю, там вопрос в библиотеке, кто-то там на КУТ начал уже делать, развивает еще чего-то, но это вопрос времени, мы можем договориться и перейти на то, что мы можем реально поддерживать, где у нас есть компетенции и не только реально поддерживать, а что реально является передовым при этом, не дай бог не стать там, что у нас все плохое, только на C пишите и больше ни на чем, это конечно безумие, просто снова, вот наш опыт в Тайзене, они вначале вкладывались очень много в JavaScript engine V8, потом в SFX, меняли даже, даже в script engine меняли, чтобы было понятно, почему, а потом, это я прямо внутри же был все это время, почему, потому что они считали, что так как это такая операционка специфичная, то вот скриптовые языки самое оно, а остальное на плюсах и носи как бы базовое, не пошло, в итоге они договорились с Microsoft, сделали .NET как основной, оставив там то, что было наработано, но основной .NET в надежде, что магазин, приложение, все, что написано в .NET быстро люди будут переносить, и это на самом деле не прошло, часть перенесли, но многие не стали переносить, и этот опыт тоже, он не может пропасть, просто так мы должны понимать, что нет у нас в стране компании такого масштаба, который это все в одних руках смогут держать и тащить долгосрочно, все время будет где-то рваться, я понимаю, что бесплатно можно взять в интернете, и оно как бы работает, и слава богу, но если мы хотим вместе, даже без требований регуляторики, а с требованием так вообще это без вариантов, так давайте может с этого начнем, возьмем Java, Python, еще какие-то средства, просто стандартный, CC+, какой должен быть, безопасный компилятор, мы его, благо вам бесплатно всем вместе с ходником писали, вы хорошо знаете, у нас нету идеи даже, что там что-то с этим делать, только с саппорт, если вместе развивать, вот тогда это можно как-то финансировать, вот это будем считать, что провокация некоторая, вот если вы в двух словах разработчики скажете, принципиально за, какие ведь и проблемы? Ну, вчера в приветственном слове немножечко затронул тебе эту тему, то есть есть ощущение, что необходимо уделять, уже начать уделять внимание хотя бы средствам разработки, то есть потому что open source и так далее, но просто взять компиляторы и им пользоваться тоже ведь в принципе недостаточно, то есть когда-то надо приходить к тому, что эти компиляторы делать, развивать, делать вместе с ними библиотеки, те же самые QT, тоже надо делать, тоже надо развивать и надо иметь компетенцию и это только это позволяет обеспечить действительно какую-то независимость и самое главное после этого возможность развиваться в нужную нам сторону, а не в нужную там кому-то и, грубо говоря, там пользоваться тем, что получилось и что есть, то есть надо именно иметь возможность развивать все. Можно ли скоперироваться? Да я думаю, что вот теоретическое и каких-то там других препятствий в принципе-то не должно быть, потому что тащить в одиночку инструменты, это очень тяжело. Вот, поэтому логичнее делать инструменты вместе, а уж точить детали на этих станках потом будет каждый свои и кому какие нужны. Поэтому действительно вот эту вот сторону надо затрагивать. Возможно, требования к безопасной разработке и компиляторам и так далее каким-то образом этот выступит как катализатор, когда придется начинать использовать какие-то компиляторы, в них должны быть какие-то обеспеченные вещи, эти вещи кто-то должен обеспечить, начнет появляться какая-то компетенция, кто-то начнет этим заниматься, может быть, испран выйдет каким-то локомотивом в этом процессе, потом какие-то вагончики поедут по своим путям и так далее. То есть не только там компиляторами, а можно там с разных сторон, с разных инструментов действительно много и пока мы их не освоим, машиностроительная промышленность не заработает, грубо говоря, то и собственно, другая промышленность дальше тоже так же, то есть все это зависимо. Это тоже разработка, это тоже программы, их тоже надо делать и они тоже должны быть. Не то, чтобы сказать свои, вот здесь я немножечко, наверное, все-таки заметку сделаю, не обязательно там свои стандарты C++ и так далее, там стандарты каких-то языков, но понимать что-то и возможно даже, я не знаю, как есть ли возможность участвовать в этом, но, грубо говоря, надо быть готовым, если вдруг такая возможность есть, надо все равно быть готовым, иметь предложения, иметь там какие-то конструктивные возражения, понимать, о чем идет речь и в общем-то в этом разбираться. Это действительно нужно, даже если там потом принципиально разная будет жизнь у нас, но надо все равно понимать, кто и как, почему и зачем. Поэтому, в принципе, вот мое ощущение, что в эту сторону действительно надо двигаться, но все-таки эволюционно ощущая потребности и вот по каким-то возникающим задачам определять уже дальнейшее направление. То есть не просто давайте все там теперь сделаем и будем заниматься в союзном собрании. Провокация, я понимаю, поэтому я не совсем повелся. Спасибо. Думаю, по этой публично сейчас, по сути, поддерживать, это же важно. Идея хорошая, разрабатывать самим средства разработки, только за, только единственная проблема это пока некому делать. И более того, для того, чтобы еще перейти к этому этапу самостоятельной разработки средств разработки, такая тавтология получается, хочется хотя бы сначала договориться о том, чтобы все использовали какие-то единые фреймворки, просто хотя бы существующие. Ну, например, давайте все договоримся, что графические интерфейсы пишутся, ну, например, на КУТЭ. Ну, например, я абстрактно говорю. Если тогда какая-то определенная отрасль говорит, да, мы используем базовый фреймворк КУТЭ, не запрещаем другие, но базовый фреймворк КУТЭ, у нас увеличивается количество разработчиков в стране на КУТЭ, и, соответственно, накапливается та самая критическая масса, которая позволяет вкладываться уже в разработку самого фреймворка. Просто так взять там и начать разрабатывать произвольные фреймворки, произвольные средства разработки не получится. Сначала должна отрасль договориться об использовании каких-то единых фреймворков, потом будет, на мой взгляд, накапливаться какая-то критическая масса разработчиков-специалистов в этой отрасли, и потом уже, ну, мы естественным эволюционным путем придем к возможности разработки своих средств разработки. Согласен. Спасибо. Вот с языка у меня Роман Николаевич практически снял, то же самое практически хотел сказать. Единственное, что хотел бы добавить, это то, что можно взять, то есть именно важно не разработка средств от разработки, а именно сначала договориться о визуальных интерфейсах. Это первое, потому что мы не можем даже, используя разные библиотеки, визуализации, просто не можем написать единую программу. Но здесь есть какой-то момент. Может быть, да, имеет смысл обратиться к какому-то open-source изделию какой-то библиотеки, который уже сейчас есть. Но, возможно, там со мной многие не согласятся, но опять-таки в силу специфики моего жизненного опыта начать сделать отряд библиотеки форк, перестать, наконец, догонять мировое сообщество и сделать полноценные отечественные средства средства визуализации. И если мы все объединимся, а не только мы, но и разработчики прикладного пола, мне представляется, что этого будет достаточно для того, чтобы уже поддерживать такую библиотеку. Может быть, я ошибаюсь, но жизнь покажет. А если мы, опять скажем, вот будем брать вот такую версию, через два года возьмем вот ту версию, мне, как работчику операционной системы, я вместо того, чтобы программировать программы на этом визуальном интерфейсе, буду все эти годы просто заниматься тем, что сначала эту версию к себе портирую, потом на следующую я там еще год следующую версию портирую, а вместо этого я мог бы год уже программировать, поддерживая постепенно, так сказать. Понятно, это я понял, Владимир Владимирович. Да, вот о чем я предлагаю задуматься. Спасибо. Алексей, это Венчик. Спасибо. Ну, я должен сказать, что два пункта. Первое. Мы с удовольствием примем участие в любом свободном проекте. То есть вот условия это открытый код. Это наш принцип. Мы весь код, который пишем, мы открываем. Это первое. Второе. Для того, чтобы понять, насколько мы можем быть полезны в таком проекте, если пункт первый выполнен, нам все-таки как бы хотелось вместе с коллегами какой-то ТЗ составить и выработать с единым пониманием. Вот. И понять, кто в этом будет участвовать и как будут распределены функции. Потому что к таким планам я бы относился очень серьезно. Вот. И очень серьезно оценил бы вероятность их выполнения. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вы, по сути, уже перешли к практической реализации. По сути, перешли к практической реализации. Собраться, обсудить ТЗ, начать писать. Это здорово. Я думаю, что это нулевой этап. Может, он пока что не надо этим заниматься. То есть, кстати, масштаб этого деяния. Я не имел в виду сейчас, что серебряные пули делать, а может быть, что-то конкретное маленькое пока для начала. А у нас ОМП есть на эту тему понимание или вы согласны просто? Есть понимание. Так, давайте, а то... Ну все. То есть, время есть. Начинаем тогда. Не так много. Соответственно, можем... Касательно вашего вопроса. Можем посмотреть сейчас опыт одной китайской компании на Букухе, которая также, разрабатывая сейчас свою операционную систему, начала складываться сильно во фреймворк. То есть, они начали толкать ARC, ARC UI, ARC T на TypeScript. Они сразу задались целью, что если мы будем базироваться на неконтролируемых нами фреймворках, то рано или поздно либо мы будем отставать, либо не будем можно по-другому сказать, не успевать за их развитием, когда мы контролируем фреймворк, когда мы можем обучать наших китайских товарищей разрабатывать на нем, мы сами властители своей судьбы. Соответственно, но тут я присоединюсь к Роману из Астры. Действительно, у нас, во-первых, сейчас есть действующие фреймворки, в которых у нас, наверное, недостаточная, скажем так, мягкая экспертиза в стране по их самостоятельному развитию. То есть, да, мы можем их использовать, мы можем их интегрировать, мы можем их проверить. Мы можем там патч наложить, мы можем что-то пофиксить, но мы не можем их развивать. Это другой уровень компетенции. Опять же, наверное, мы, безусловно, согласимся, что если найдется консолидация и главный лидер, который сможет развивать фреймворк, который будет успешен не только для наших операционных систем, но в целом и в мире, потому что, опять же, нам нужно, чтобы нарабатывался софт на этом фреймворке шире, чем в стране. Супер примером был JetBrains. Они сделали язык Kotlin. Kotlin стал главным языком в андроиде, в мире. Этот успех нужно повторить. Вот если найдется команда, консорциум, который этот успех будет готов повторить, мы всеми руками за. Но, опять же, повторюсь то, с чего я начал. Сейчас есть даже намного более простые вещи по кроссплатформенности, которые уже нужно вкладывать во все более-менее государственные проекты или проекты уровня страны, даже если они на частные деньги делаются. Потому что потом переписывать это на наши операционные системы будет втридорога, и просто за это никто не возьмется, будем честны. Просто они скажут, ребят, мы тут написали, у нас 10 тысяч инженеров, писало это 5 лет, все, давайте все подстраиваемся под этот фреймворк, потому что, погоди, у нас тут 300 миллионов строк кодов. Значит, тезисно, да, тезисно, нам нужно сейчас в консорциуме разработчиков операционных систем продвигать идею кроссплатформенности в целом, прежде всего, сервисов. Второе, нам нужно действительно обсуждать, можем ли мы какие-то действующие фреймворки вложиться и в рамках центра или шире даже. Было бы здорово, чтобы независимая организация, как Эсперан, это возглавила, но тут нужны очень мощные лидеры, которые это будут двигать вперед, потому что любое новое, оно будет заходить сложно и нужно будет цело делать такие обучающие суперпрограммы, чтобы подтягивать молодежь к этому фреймворку. То есть, тут очень много сложностей, но, наверное, это теоретически возможно. Да, коллеги, буквально пару слов. На мой взгляд, есть понимание, что, давайте разделим сначала, есть все-таки инструмент разработки тулучейн, это получение бинарного, да, объекта, который запускается в операционной системе, и дальше есть фреймворк, на котором создаются приложения. Давайте вот эти две вещи разделим, вот мы как-то смешали все вместе. Вот если мы говорим про бинарный интерфейс, то это четко отгораживает и компиляторы, да, которые отгораживают, нас абстрагируют абсолютно от какого-то конкретного архитектуры процессора и дальше позволяют запустить этот принцип, этот бинарный в операционной системе. И вот здесь, мне кажется, можно вполне себе объединяться, как я уже говорил, здесь мы близки, и тут, наверное, можно было бы и разработать базовый стандарт, и создать некоторые инструменты, которые можно было бы использовать совместно, да, и разрабатывать их совместно. Что касается фреймворков, смотрите, здесь очень важно не попасть в историю, которая уже была в нашей стране в 1961 году с фиатом, да, важно понимать, что когда мы берем чужую технологию, мы становимся заложником тех идей, которые в нее заложены. Поэтому здесь два варианта, либо мы с этим соглашаемся, либо другой вариант, мы пытаемся решить фундаментальную задачу, которая есть, сейчас их немало, на самом деле много вызовов и к современным операционным системам, и к современным фреймворкам. Поэтому, если мы хотим стать заложником, это путь, но мне кажется, здесь лучше использовать уже наработанные практики, и не нужно что-то здесь разрабатывать, да, то есть нет смысла в это вкладываться. А если мы хотим что-то разработать, то давайте подумаем, что мы можем предложить. У нас в целом много, я думаю, здесь коллег, которые мы можем проанализировать, какие есть фундаментальные вызовы. Я уверен, мы найдем решения и предложения, которые будут не хуже, чем у тех групп параллельных, которые работают сейчас над другими фреймворками. Важно понимать, что, третий важный пункт, что не бывает универсального фреймворка, серебряной пули. Я вам вот пример приведу, пожалуйста, эта история с мобильными платформами. Три фреймворка кроссплатформенных, да, это QT, это Flutter, QT всех быстрее, React всех медленнее. При этом компактный код самый на React. Поэтому здесь нужно понимать, какие задачи, какие ценности мы вложим, какие фундаментальные сейчас проблемы и что мы можем предложить. Нужно от этого отталкиваться. Тогда появится то решение, которое действительно будет и у нас востребовано, его будут понимать, его будут использовать, и это будет иметь вес определенный и в мировом сообществе. Вот мне кажется, нужно двигаться только так. Мы же заложником чужих технологий, у нас уже был опыт, не хочется повторять историю с Автовазом. Да, понимаю, Дмитрий. На самом деле, я бы не просто так спросил, вот смотрите, у нас запущено вот это, Дмитрий Николаевич даже сказал сегодня, я говорил, среда унифицированная, так называемая, где в первую очередь сосредоточен на том, чтобы сделать SDL со средствами, ну, грубо говоря, в том числе и графическими средствами разработки какие-то минимальные, но в основном это про SDL, а не про сами компиляторы, про то, чтобы их посмотреть там. А вот это мы сделаем, и это смысл не для того, чтобы это заменить у вас, ваши пайплайны, нет, конечно, у вас все хорошо, а в том, что многие наши компании, как выяснилось, даже нормально не тестируют, то есть у них все SD нет, чтобы эту нишу как минимум закрыть, но когда мы начали работу, я увидел, что на самом деле это может оказаться точкой синхронизации, если мы правильно поговорим, и, конечно, в первую очередь, я имел в виду синхронизацию на нижнем уровне, вот это случайно, потому что, ну, у нас есть в стране, даже у нас в стране есть несколько хорошие фреймворки, например, Gmix, вот, которые ребята на базе Java делали, развились, достаточно много потребителей, она внедрена, или сейчас вот Сбербанк свою платформу видел, и там внутри тоже близкие идеи, тоже, наверное, там вся Java стек, есть отдельно, кто саму Java делается, еще раз я говорю, которые, ну, что ее дублировать, есть компания, умеет делать, но, наверное, всем нужен все равно какой-нибудь скриптовый engine, Python какой-то версии, если мы, каждый будет как с ядром, каждый у каждого своя версия, то вряд ли кто-то там внутри сможет глубоко этим заниматься, более того, адаптировать его, даже компилятор GC возьмем, C-C-C, C-C-шный стек возьмем, оптимизировать его под новую аппаратуру, которая появляется, либо мы должны оттуда брать, а если мы сейчас идем в ситуацию, когда у нас внутреннее все-таки развитие аппаратное будет, то эта проблема вообще непонятно, как решать, и сейчас этим не заняться, это 2-3 года нужно только на то, чтобы, да, вот мне сейчас приходят, говорят, насколько надо денег сделать компилятор под отечественные процессоры, ну, если хотите, чтобы оптимизированный был, несколько лет, если быстро, полгода-года он будет работать, но чтобы оптимизированный, несколько лет, и вот если мы считаем, что это важно, мы должны начать синхронизироваться с этой точки зрения, Toolchain в первую очередь, а уже вот верхний уровень, он, так или иначе, мы решим как-нибудь, каждый может свои на хлопучке, но база, база внутренняя, потому что если Java VM у вас в вашем стеке от Билсофта, ну, дальше все остальное может быть другое, и вот то же самое сделать с остальными вещами, пусть будет вот так, а не то, что серебряная пуля, мы сейчас снова сядем, все за программ, проектируем, и всем скажем, ребята, вы будете писать, так не получится в любом случае, и уже точка синхронизации есть в том смысле, что финансирование небольшое, но оно есть, и в этом и следующем году, и мы готовы, вот мне хотелось вот это услышать, я услышал в своей компании, готовы создать очередной консорциум по инструментам разработки, они только что взяли соцобязательства, я выжил из них, можно сказать, я, да, а теперь плавно передаю слово уже Дэд Николаевич вам, потому что, во-первых, завершающий слово, во-вторых, если можно, вот все это дело. Да, да, хороший ход, Рутин Ашханович, да, организовать на площадке, в рамках круглого стола, как раз подводку под тот проект, который сейчас идет по созданию среды безопасной разработки, но в целом, что можно сказать, вот с программистами, с разработчиками, у кого всегда сложно, они свободолюбивые люди, да, и для них слово требования, это сегодня неоднократно, да, с какой-то такой негативной точки зрения, как бы требования обсуждались, и поэтому вы абсолютно правы, здесь нельзя как бы заставлять, да, использовать ту среду разработки, а наоборот, надо просто совместными усилиями делать ее совершенно более удобной, для того, чтобы было желание, по крайней мере, у компаний, именно желание, не должен никуда заставлять, а было именно желание использовать именно те продукты, которые там есть. Ну и в первую очередь для тех компаний, которые ничего не имеют за спиной, да, как бы они тоже имели возможность менее затратным образом, да, пользоваться этой средой безопасной разработки, вот, поэтому это очень хорошо, сейчас проект этот пойдет, да, мы как бы все в этот проект как бы погрузимся более плотно, да, будут уже какие-то конкретные результаты, вот, а потом, возможно, эта среда безопасной разработки уже в развитии в других работах различных, да, как бы, будет совершенствоваться, но здесь самый важный момент, вот, для себя мы какой-то там вывод сделали, когда опять же беседовали с разработчиками программного обеспечения, как раз когда шел процесс перехода на отечественное программное обеспечение, мы сталкивались с той проблемой, что, как правило, ну, может быть, я не прав, вы меня поправите, да, программисты привыкают к каким-то определенным средствам разработки, да, а так как, как я уже сказал, они люди свободолюбивые, их сложно заставить использовать что-то другое, да, вот, поэтому, как мне кажется, весьма важным, разработки, она активно внедрялась в вузах, вот, для того, чтобы наши специалисты, молодые, могли уже привыкнуть к этой среде, мы абсолютно не говорим, чтобы они пользовались только этой средой, только этими продуктами, да, а чтобы они, по крайней мере, знали, что это такое, чтобы они имели опыт разработки программного обеспечения в этой среде, да, с использованием тех продуктов, которые там будут предложены, ну, это, это, это очень важно, потому что, может быть, конечно, я не прав, переучиваться никто не хочет, все привыкают к каким-то определенным вещам, и вот это создает, в принципе, сложность перехода на те или иные фреймворки, да, и на те или иные программные продукты. А в завершение, мы же уже к финалу, наверное, подходим, безопасность там, да, это все хорошо, я просто хотел бы в целом к разработчикам, мы же помимо того, что мы требования устанавливаем, мы же используем ваши продукты, да, которые вы разрабатываете, и, как уже было сказано, пользователей становится все больше и больше, мы вынуждены, так сказать, у нас есть требования, мы обязаны использовать ваши продукты, вот я призываю к тому, чтобы наши отечественные продукты, ваши продукты, наши с вами продукты, они были более удобными и эргономичными, в первую очередь, более качественными и надежными, чтобы у нас не отваливалось периферийное оборудование, чтобы у нас не пропадала информация, а у нас зачастую такое бывало, да, как бы, вот, и что самое главное, чтобы они доступны были по цене. К сожалению, ну, вот, как уже было сказано, межевание произошло, да, вот было еще сказано про межевание, да, но, коллеги, Неживание не должно быть толчком к тому, чтобы продукты по своей цене стали для нас недоступными, для потребителей, понимаете. Мы констатируем значительный прирост стоимости продуктов, понимаете, за последние два года. Понятно, где-то это обусловлено объективными факторами, труд стал дороже, еще там что-то произошло. Но, как правило, все наши продукты, они построены, ну, надо признать, на опенсорсе, правильно? Ну, что изменилось, да, коллеги? Поэтому я призываю к тому, чтобы все эти барьеры нормативные, да, все эти меживания, они не приводили к повышению продуктов, потому что высокая цена ваших продуктов, она делает их недоступными для нас, и в том числе для обычного рядового потребителя, чтобы вашими продуктами пользовались не только в госорганах, а в коммерческих организациях, и в том числе дома, у себя, да, на своих настольных персональных компьютерах. Ваше ПО по цене может быть доступно. К сожалению, здесь у нас есть вот некоторые сложности, поверьте мне. Спасибо. Спасибо. Я вот удивлен, потому что, оказывается, для рынка цены поднялись, а вот наши продукты мы цены не поднимали для компании. Эх, видимо, надо поднимать. Я пас получил, понял, буду думать. Ладно, это была шутка. Поднимать ничего не будем, наоборот, будем запускать всякие проекты, которые позволят все-таки долгосрочно развиваться. Вот КНТП хотим запустить, многие компании уже знают, пятилетним сроком. Потому что нам нужны долгосрочные проекты все-таки, не годовые, не двухлетние, а хотя бы горизонт планирования пять лет. И, Алексей, вот что я хотел сказать, что помните, вот у меня в кабинете собрались, когда там 20-30 компаний было, добились, и Виталий Сергеевич тогда вел, когда еще только ядро Linux, все такое обсуждалось, быть открытым или нет. В итоге, два телеграм-канала, которые принадлежат стеку, полностью открыты, вы же сами видите. Все, что угодно, можно обсуждать. Все, что мы делаем, открыто. Более того, мы хотели и методики даже открыты, но компании, вы, по сути, сказали, что нет, это не надо, потому что пусть те, кто войдут к консорциям, будут конкурентные преимущества. То есть, сегодня государство, оно в этом смысле абсолютно открыто, и в основном это такие исторические страхи, что вот где-то там сейчас начнут зажимать. Потому что бессмысленно зажимать, потому что вот это то, что мы контролируем, программистов, творческий потенциал, его нельзя вот так удержать. Это его только можно возглавлять, там, тащить за собой, там, увлечь, там, создать условия. И, по-моему, сейчас уже в руководстве у нас все это люди, слава богу, все хорошо понимают. И поэтому иногда мы, как сказать, ну, надо не нам, как организоваться. Я вот чувствую, что проблема того, что мы не можем организоваться иногда внутри. Вот потому что бизнес-интересы, психология, в первую очередь, кстати, даже не бизнес-интерес. Потому что в основном, когда садишься, обсуждаешь, выясняешь, что бизнес-интересы нормально. Просто, а вдруг там по дороге где-то кого-то, все еще у нас в головах вот эта история есть, и поэтому нам, наверное, чаще надо стучаться, что ли. Приходите в институт, у меня там кофе, чай хорошее. Ну, а сейчас я предлагаю все-таки перейти к вопросам зала. Мне намекнули, что я забыл про эту часть, а то про демократию, свободу, творчество, зал сидит. Мы не даем им возможность сказать какой-нибудь хороший или нехороший вопрос задать, на который мы даже ответить не сможем. Вопросы из зала. У нас есть некоторое время. Получается, немножко полукруглый стол такой, вот, основная часть. Так, не участвует. У меня есть вопросы с трансляцией. Дмитрий Николаевич, говорят, что вы поймете, потому что я не понял. Вот, в контексте СЗИ и баз данных. В СЗИ бывает до семи различных баз данных. В каком случае должны использоваться именно сертифицированные? Какие требования проясните? Значит, те требования, о которых я сказал, они применяются для тех систем управления базами данных, которые используются для обработки, защиты информации, подлежащей защите, то есть обрабатываемой в информационной системе. В случае, если СОБД используется в составе продукта, выполнять те требования, о которых я сказал, не обязательно. Понятно, спасибо. Понятно, я ответил, да. Да. Если будет непонятно, напишет, раз он там пишет, значит напишет, сейчас выясню. Да, слушаем вас. Представляете только, если можно, чтобы на запись идет... Баронин Сергей, компания Digital Inspector, хотел спросить вот о чем. Вот мы говорили про унификацию, хорошо это или плохо. В конце концов, пришли к тому, что стандартизация хорошо, насчет унификации надо думать. И вот есть, например, один вопрос, который является, ну, собственно, большим тормозом в развитии современных, например, линуксов. Ну, как мне кажется, это то, что отсутствует бинарный стандарт на драйвера, в отличие, например, от той же Windows. То есть в Windows мы можем взять собранный бинарный драйвер, поставить его там на восьмерку, на 8.1, на десятку там, возможно. На линуксе мы должны его скачать исходник, собрать под конкретное ядро. То есть завязка идет на уровне заголовочных файлов языка оси. Почему бы, собственно, если уж мы говорим про то, что нам не обязательно полностью копировать Запад, почему бы не сделать, например, хотя бы свой отечественный бинарный стандарт на драйвера, что позволило бы разработчикам оборудования, например, выпускать эти драйвера вот таким вот образом. Спасибо. А вот встречный вопрос в зал. А много представителей и разработчиков железа в зале? Поднимите руки, кто? Поднимите руки, да. Вот в этом и ответ, мне кажется. Мы хотели бы... Вот когда обсуждали встречу, линфикация и прочая там совместимость в том числе включает и работу с аппаратной частью. И вот нету с кем об этом можно говорить, потому что драйвер пишет кто? Драйвер пишет тот, кто делает железку. Поэтому линук, собственно, и линукс, и не так просто от него избавиться. И многие думают, что легко написать там, почему вы не напишите свое. Потому что железо-то под линукс пишут. И они тоже в том числе определяют, подо что они будут писать линукс. Хорошо, что линукс, в общем-то, сейчас уже знают и под него пишут драйвера. Ну вот в таком виде, да, что с этим делать? Но надо решать, я согласен. Но с кем? Вот видите? Поэтому вот пользуюсь случаем, приглашаю в следующий раз. Не знаю, какая будет тематика и проблематика, но разработчики железа, приходите, пожалуйста, общаться, разговаривать и так далее. Спасибо. Это уже вызов. Я, можно я скажу? Значит, все, коллеги, давайте посмотрим, как обстоит дело реально. Значит, здесь несколько проблем. Первая проблема и главная проблема – это проблема лицензионная. То есть дело в том, что драйвер может быть написан, драйвер может быть опубликован, но так как он не имеет свободной лицензии, имеет вообще неизвестно какую лицензию, то разработчики ядра его, естественно, внутрь ядра включить не могут. И вообще вот эти лицензионные правовые проблемы, они основные, это надо понимать. Второе. Значит, есть люди, которые добровольно поддерживают, адаптируют эти драйверы. Но разработчики, собственно, железок, их никак не стимулируют, информацию не предоставляют. Это второе. А третье состоит вот в чем. Естественно, что драйвера хорошие те, которые приняты в состав ядра. Приняты в состав ядра. К сожалению, это драйверы не для всех железок. Но если вы покупаете железку, то было бы очень хорошо убедиться, что драйверы нужных вам устройств есть в составе ядра. Да, их меньше, чем Windows, но они там тоже есть. Вот. Значит, ну, для нас, разработчиков, да, разработчиков продуктов в части, проблема состоит в том, что мы, главная проблема состоит в том, что мы ограничены. Вот лицензионная проблема, мы далеко не все, ты считаешь, как и далеко не все, не все программы, которые вам нравятся, можем включить легально в свои дистрибутивы. Я добавлю со своей стороны, мне кажется, на самом деле проблема другая. В том, что принципиальное решение есть со стороны ядра Linux, что внутреннее API не сохраняется. Поэтому если мы зададимся целью делать такой стандарт, то нам нужно будет либо тянуть за собой прослойку и все время ее обновлять, либо нам нужно согласиться с тем, что со временем с более новыми версиями ядра Linux наши драйверный стэк будет несовместим. Однако, однако, тема актуальная, потому что сейчас компания Google ведет в рамках своей цели закрыть АОСП проект вообще, сделать его close source, а не open source. Она делает очень большую работу по прослойкам между драйверами, которые находятся внутри ядра, и внутренним API ядра, и если им это удастся, то со временем это станет мейнстримом. Но, опять же, здесь Google, как вот коллеги говорили, она управляет железными вендорами, потому что они мейнстрим, и железные вендоры хотят, не хотят, нравится, не нравится, подстроятся. Вот. У нас такой возможности нету. Мы, к счастью, наверное, к сожалению, должны здесь подстраиваться под производителей железа, а они будут всегда смотреть на последние версии, ну, или там, на последние LTS-версии. Ну, достаточно развернутый ответ. Вообще, то, что в мире это не происходит, извини, ради бога, но то, что в мире это не происходит, это что же показательное? Дело же не у нас, а то, что за эти годы в мире этого не произошло. Важный момент. Проблема-то есть, и она может быть разными путями решаться. На мой взгляд, проблема заключается еще в том, что у нас в России, по сути, крайне мало разработчиков, собственных разработчиков IP-блоков, которые разрабатывают на низком уровне какой-то IP-блок для процессора, для системы на кристалле. Если бы они были, и было бы много этих разработчиков, они бы сами писали спокойно драйверы и спокойно бы предоставляли их российским разработчикам операционных систем. Но поскольку их нет, этих разработчиков IP-блоков, или их очень мало, то, соответственно, мы вынуждены использовать чужие. Если мы используем чужие, у нас большая вырастает проблема рецензионная. Но, может быть, вопрос решать не с точки зрения рецензии, а с точки зрения выращивания собственных компетенций, в частности разработчиков IP-блоков, это, конечно, вопрос, конечно, к производителям железа. Спасибо. Спасибо, да. Суду, Кефтегаз. Иван Константин. У меня не вопрос больше. У меня, наверное, предложение, в первую очередь, к регулятору и остальным к следению, что когда создаются консорциумы, когда по разработке, обсуждению требований и так далее, я бы предложил все-таки включать в эти консорциумы представители крупного бизнеса, у которых есть, как я уже не сказали, большие IT-команды, которые имеют колоссальный опыт. Может быть, он не такой глубокий, в частности, но он намного шире, и на все проблемы, особенно при разработке темы, нестандартных и так далее, мы смотрим немножко более широко. Возможно, без права там, словно, вета или голоса, но, по крайней мере, как совещательный, я думаю, что несколько больше. Сейчас, на текущий момент, мы работаем со всеми, вот со всеми присутствуют, и, к сожалению, мы всегда это было и продолжаем выполнять роль того самого генподрядчика, сходим в СУПД, СУПОС, антивирус и так далее, и каждый, поверьте, каждый в наличии проблемы остается отползти в сторону и сказать, что у меня только... Все, спасибо, я так говорю. Если можно, я про консорцию просто скажу. Все-таки, на самом деле, здесь все подтвердят, он открытый, ведь, на самом деле, туда можно... Не обязательно даже быть разработчиком СЗИ, если вы хотите быть частью консорциума. Более того, мы сейчас... Сейчас соедините, задолго выключите. Мы сейчас еще и осенью, наверное, консорциум будем либо трансформировать, либо просто создадим центр доверенного системного ПО, там, потому что уже очень много, не только ядра Linux, и, наверное, интерес с точки некрупных корпораций еще более возрастет. И поэтому, пожалуйста, вы просто... Мы им поняли, в чем дело. Билборды как-то вешают непонятно где, мы вот рассказываем, а уже дальше приходят, подписываем мы с вами, я подписываю, поэтому это делается буквально в один день, если вы согласны с условиями нашего консорциума, нашего сообщества, которое там продекларировано. Поэтому там и право голоса определенного, как его получить. Пока даже финансовых никаких обязательств не возникает, это просто скорее донейшн с вашей стороны какого-нибудь человека, который этим будет заниматься. Так что с удовольствием приходите, конечно. Небольшой комментарий. Просто вот наши требования в рамках консорциумов, это группа компании Astra, они определяются как раз вами, клиентами. То есть мы собираем ваши требования и потом их через себя транслируем в эти консорциумы. Но это не мешает одно другому. Не мешает, абсолютно. Просто я, чтобы было понятно, откуда появляются требования разработчиков операционных систем, они определяются как раз клиентами. Спасибо. Так, микрофон. Да, да. Леонид Кантер, компания Infrared. Мне хотелось бы поднять вопрос доставки конечного пользования, пользователя прикладного программного обеспечения, которое не входит в состав дистрибута. У нас есть два основных формата пакетов, это RPM и DEM, и два формата методанных репозиторий, это APT и UMM-DNF. Но многие разработчики прикладного софта просто выкладывают на своих сайтах бинарные пакеты, как правило, в неподписанном виде. То есть невозможно проверить аутентистичность пакета, и если сайт будет взломан, то можно подменить нормальный пакет на пакет с маловарью. При этом есть еще такие форматы доставки ПО, как Flatpak и Snap. То есть вот, например, один отечественный пакет клиент вебинара для Linux поставляется только в формате Snap, соответственно, закачивается из SnapStore, а SnapStore хвостит компании Econonical, которая присоединилась к концу. Не рассматривается ли возможность создания магазина приложений в формате Snap или Flatpak у нас по образу и подобию Ростора для Android? Нет, не рассматривается. В том числе потому, что у формата Snap есть очень большие проблемы с точки зрения безопасности. К сожалению, иногда безопасность конкурирует с удобством. Выкладывание неподписанных пакетов разработчиков, это тоже очень большая речь. Это проблема, что пользователь использует неподписанные пакеты отчасти. Ну и какая-то культура, то есть. Кстати, мне кажется, со времен Windows привиты все в системе администраторы, все качают откуда-то, чего попало. Легальность никого не волнует. Оставили, заработала, красота. Вот у культурных Linux пользователей больше в этом плане грамотности. И, в общем-то, можно смотреть, наблюдать, что ты используешь, где ты это взял. И так далее. Если пакет официально продается разработчикам, то через поиск продается в неподписанном виде. Я вот очень плохо слышу. Что делать, если это... Спрашивайте у разработчика, чтобы он подписывал. Требуйте, как там, спрашивайте в аптеках города. Требуйте у разработчиков, чтобы они ваши права не взблюдали и о вашей безопасности думали. А вы вот разработчик не подписываете, вы приходите к разработчику операционной системы и говорите, вот он плохой. Вот вы ему пойдите, скажите, что он плохой. Требовать, наверное, должен какой-то регуляр. Кстати, Windows последних версий очень неохотно восстанавливает. Требовать должен тот, кто платит. Мне кажется, философию не стоит, потому что, ну, действительно, если в магазин пришли и там плохой товар, это, ну, а что делать? Ну, надо говорить, а дальше регуляторы подключатся. А если об этом никто не знает, то никто не знает. Скажу, как мы решили эту проблему в операционной системе Aurora, тоже коллегам предлагаю так же решить. У нас нельзя запустить неподписанный пакет. То есть, если пакет не подписан ключом, который корнем уходит к нам, то он просто не стартанет в системе. Очень удобно, все подписывают. Сначала все ругались, потому что усложняется путь, надо скомпилировать, потом подписать, там, сертификаты внести и так далее. А сейчас ничего, год поругались, все нормально. Зато пользователи уверены, что если стартанула программа, система проверила, что у нее есть подпись. Так, микрофон перед... Микрофон будете передать? Стас, передай, вот первый ряд слева, пожалуйста. Каждый разработчик скомпилировал. А если я сам для себя начал программу, делал пакет, я его не смогу просто сказать? Сможете. Для этого есть открытый сертификат, он для всех доступен, но в проектах он уходит в черный список. Спасибо. Ну, у меня на самом деле вопрос серьезный. Вот мы начали с унификации. Это слово вначале звучало, а потом все реже и реже стали говорить о унификации, это слово действительно там сомнительное. Перешли потом к стандартизации, а потом о стандартизации ушли дальше и стали говорить про то, что нам нужно лидерство, разрабатывать консоренством в преймворке, и это, конечно, правильно. Наша дискуссия естественным образом перешла от темы, такой сомнительной теме, которая всех увлекает это движение вперед. А я сейчас чуть-чуть назад хочу вернуться, ради чего мы здесь собрались, Аня нас собрала ради унификации, поэтому будем говорить чуть-чуть про нее. Вот стандартов действительно много. И так, если посмотреть в мире Винукса, стандартов просто море. В мире интернета, сетей, там все, куча стандартов, огромное количество в мире существует. И если мы говорим о том, что нам нужно стандартизировать что-то еще, надо четко понять, а что все-таки, например, еще можно стандартизировать, что еще не стандартизировано, чтобы хуже это стало. Потому что существует равновесие между количеством стандартов и творческой свободой. Творческая свобода позволяет двигаться компаниям вперед и разрабатывать что-то новое. Если посмотреть на тот же язык SQL, я разработчику, за нем скажу, стандарты постоянно принимаются новые, но компании бегут вперед. Они вначале что-то разрабатывают, потом договариваются, как это стандартизовать. В том числе, мы там несколько лет бежали вперед с JSON, потом он стал стандартом, нам пришлось переделываться под этот стандарт. Мы бежали вперед и не зря. Точно так же и во всех областях IT вначале приходит какая-то идея, а потом она реализуется, а потом уже все договариваются, как пользоваться. Поэтому вопрос, если мы стандартами хотим дополнительно сейчас что-то еще стандартизовать, зажать, понятно, что это может быть упростить кому-то жизнь, но в целом научно-технический прогресс в нашей стране с ограниченными возможностями по людским ресурсам прижмет и будут им минусы. Например, если мы стандартизируем использование какого-нибудь праймборка, например, Куте, вот Роман говорил про Куте, но Куте, конечно, хорошая система, я сам тоже пользовался ей в свое время просто руками лично, ее тоже любил даже, а потом перестал. Почему? Потому что Куте контролируется, к сожалению, недружественной компанией из недружественной страны, поэтому как мы можем ее у нас стандартизировать? Просто такой опасный вендор-лог. Где-то нельзя. Снап тоже. Снап хорошая штука, удобная. Например, в Снапе нельзя отказаться от автоматических вновлений. Можно так воспитать? Конечно, нельзя. Поэтому я вот так в результате нашей дискуссии не понял, а что же еще предлагается достандартизовать, чтобы было от этого всем хорошо. Тем более, что мы видим, несмотря на количество, большое количество стандартов в мире Linux, все равно растет как на дорожах их количества. Может быть, это неплохо, потому что она растет ни по злому умыслу, ни по нуждению. Ну, такие условия. У нас что? Linux растет в количестве. А раз растет прикладных разработчиков по достижению совместимости с каждым из них. Несмотря на то, что стандартов так много. Вот. И тут есть ложная проблема. Я долго вопрос задаю, но это вопрос. Есть ложная проблема, на мой взгляд, потому что, когда разработчик портирует свой софт, разработанный ранее под Windows, на Linux, он говорит, а у вас же 100 Linux-ов этих, подо что мне портироваться? Я же не справлюсь. Никогда. Это на самом деле проблема не настоящая. После того, как он портируется на один из этих Linux, на все остальные, потом у него пойдет дальше. Второе, может быть, трудно. Третье, как по маслу. Четвертое, он даже не заметит. Будет легче. То есть, здесь есть скрыт, есть проблема реальная, перейти с Windows на Linux. Это действительно трудно, трудоемко, занимает много лет. А вот там добавить еще один, это выдуманная ненастоящая проблема. Санатизация, по-видимому, это не решит. А вот как действительно облегчить при множественности Linux-ов жизнь российскому разработчику? Вот если бы мечтать, и это уже совсем вопрос, чтобы наши российские производители Linux-оважаемые как присутствующие здесь, так и отсутствующие, договорились между собой о большей степени интероперабельности. То есть, конкретно, например, такие вещи, чтобы мы могли взять пакет из-под Астры, установить его под Альт, например, или под РАСО. Возможно, с какими-то там небольшими кастериками, но все-таки, чтобы это можно было сделать. В Астре, например, есть такая замечательная штука, как Парсек. Но она же отличает Астру от других. И достаточно принципиально для тех, кто использует, конечно, мандат на управление доступом. Можно ли достичь в этой области какой-то интероперабельности, чтобы сами разработчики Linux-ов договорились о том, что есть какой-то слой, который позволяет, например, софт, разработанный под Прарсек, запускать под ОС, которых Прарсека нет. И наоборот, софт, который был в области Linux-а, разработан, он можно было с каким-то там, может быть, скрипом, не полностью, частично, но тем не менее, запустите на Прарсеке. То есть, те тривиальные действия, которые делал бы разработчик Соркшен, были сделаны один раз за него производителями ОС. Вот это как раз, на мой взгляд, то, что на стороне ОС был такой вопрос. А давайте вы сами мой прикладной софт на свою ОС портируете. Полностью, конечно, невозможно. Но какие движения на стороне ОС можно сделать именно в сторону такой интероперабельности. И вот это как раз мой вопрос. Можно так сделать? Буду так или нет? Спасибо. Ну что? Кто у нас? Никто не хочет отвечать? Тяжело? Да. Кто будет? Наверное, что-то можно. А вот будут ли делать? Ну, мне кажется, вопрос мотивации. И сейчас трудно, наверное, ответить. То есть, Астра не зря делала для себя, наверное, что-то, чтобы потом это, кто попал, запускал. Ну, и так, наверное, у всех. То есть, здесь, ну, просто пример прозвучал, поэтому я его чуть-чуть пользуюсь. Давайте за счету нашего круглого стола. С другой стороны, вот тот же Вайн, отчасти пример некой интероперабельности между Виндой и Линуксом. То есть, вот все равно какие-то телодвижения, чтобы облегчить пользователям жизненным, безусловно, делается. Так же, как там и со стороны СУБД. И вы наверняка делаете, там, пакеты сделали, например, там, и так далее. То есть, это все, наверное, форсируется без всяких стандартов, просто, в плане пользователей. Когда пользователь настойчивее будет спрашивать, если требовать, то вендоры начнут делать. У меня очень простой ответ. Не будет никаких проблем, если я увижу код. Знаете, я посоединюсь. Потому что сейчас трансляция просто лютует. Абсолютно. Почему? Люди опять обсуждают за все хорошее против всего плохого, очередные стандарты против стандартов, очередная ОС закрытая. Почему бы не принять простые принципы политики? Если у вас что-то платформенное, оно должно быть открыто. Иначе это очередная ОС закрыта. Ну да, совершенно справедливо. Потому что у меня иногда складывается такое впечатление, что здесь разработчики, там, дистрибутивов на основе Linux, да, и других открытых. А разработчики каких-нибудь клонов Windows друг с другом говорят. Хорошо. Защита все-таки круглого стола. Я сейчас до вопроса скажу, что вот мы все-таки вперед в будущее к унификации, на самом деле, обсуждали. В каком смысле? В том смысле, что появились бы в стране библиотеки, которые мы с вами поддерживаем и все используют. Появились бы средства разработки, которые мы все вместе поддерживаем и все вместе используют. А уже дальше, как хэстстэк будет наращиваться, мы придумаем. Но вот мне кажется, то, что вот об этом мы договорились более-менее, что это важно. А стандартизировать это или нет, я как раз не стал бы это стандартизировать, это должно быть естественно, как сказать, когда индустрия говорит, что ребята, вот это, вот это, вот это мы используем и вот так вот это вместе развиваем. Мне кажется, это разумно. И без всякого отрыва от мирового сообщества, почему мы должны отрываться? Должны в кооперации нормально. Где-то свое будем делать, может быть, дай бог до этого доживем. Где-то переиспользовать. Если кутэ не подходит, потому что он не наш, в том смысле, что вы сказали, значит, будет другая альтернатива. Но я знаю, что есть библиотеки, которые вот мы делали для компании Synchro, известная, да, вот это Bentley, там есть библиотеки визуализации, которые, конечно, даже в вопенсорсе нет, их нормального качества, нужно делать, нужно на базе открытых решений создавать это, как раз те вызовы, которые реальны, перед нами встанут, если мы до этих задач доберемся. Мы до них пока даже не добрались. Мы обсуждаем как-то, ну, на более таком, пока простом уровне. Так что, Дил Сомна? Ну, я вам просто отвечу про всякого. Добрый день. У меня даже не вопрос, реплика такая. Я представляю компанию Таут Технологии, у нас есть фреймворк, который поддерживает все российские ООС, включая Аврору. И когда шла речь про фреймворки, которые будут поддерживать все платформы, у меня буквально скатилась скупая мужская слеза. Потому что, ну, вот как-то плохо идет это. То есть я могу сказать, что на мой личный взгляд все-таки большая проблема в головах. То есть фактически это выливается в то, что я могу убедить какую-нибудь индийскую компанию использовать там наше решение, но не могу убедить российскую компанию. Хотя наше решение полностью open source с мид лицензии, которая крайне либеральная. То есть, ну, можно там делать все, что хочешь и даже закрыть свои продукты на базе. А что это за open source, не скажете? Что? Как называется платформа? Решение называется RoMobile. Оно старое довольно. Изначально это было под мобильные платформы, но мы и десктоп-платформу тоже поддерживаем. Ну, некоторые нас тут знают уже, особенно разработчики операционных систем. вот, ну, в общем, как-то вот, да, не очень идет это все. Давайте объединяться, все вместе делать. Хорошо. Приходите, потом пообсуждаем. Виталий Лепатов, компания Терсофт. Я все-таки, если позволите, пару комментариев по поводу бинарной совместимости, которые я больше 20 лет занимаюсь, и в Линуксе. Проблема бинарной совместимости Линукс-дистрибутивов, она надумана. Фактически ее нет. Отчасти потому, что разработчики таких дистрибутивов, они не занимаются формированием АБИ, оно для них данность. АБИ-ядра и АБИ-газовый библиотек, это не они управляют этим. В среднем современные друг к другу дистрибутивы имеют достаточно одинаковый набор, одинаковый уровень библиотек. Во-первых. Во-вторых, интерфейсы ядра никакого такого большого отношения к совместимости приложения вообще не имеют. Приложения с ядром не взаимодействуют. Поэтому ядро и его историю надо рассматривать отдельно. В-третьих, из практики понятно, что, опять же, интерпирабельность есть. Я вчера делал доклад в конце, наверное, некоторые на нем не были. Есть фактическое решение, которое позволяет ставить деппакеты в РПМ-системы, РПМ-пакеты в депп-системы, устранить при этом возникшие зависимости. Какие-то нюансы бинарной несовместимости не, безусловно, есть. Они поддаются легкому напильнику, там, наждачке. Говорят. Нет, нет. Так, наверное... Ну, мне говорят, что у нас закончилось время. Давайте последний вопрос и заканчиваем. Последний вопрос и заканчиваем. Здравствуйте. Коллеги, хочу сказать большое спасибо за очень интересное обсуждение. Можно чуть громче, да, если ближе, да. Хочу сказать большое спасибо за интересное обсуждение. Я представитель того самого нижнего звена пищевой цепочки коммерческого бизнеса. Внутренний сотрудник IT-подразделения. У IT-подразделения спектр потребностей гораздо больше, чем только ООС. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы российскими операционными системами начинали активно пользоваться коммерческие компании, нужно в первую очередь организовывать встречное движение со стороны производителей прикладного ПО. До тех пор, пока не закроется весь стэк функциональных потребностей компании, никто активно переходить не будет, потому что это дополнительно головная боль, дополнительные затраты. Для того, чтобы по моим представлениям грамотно организовать это встречное движение, нужно не хуже, чем в средиземной коры от ядра и до самой поверхности земли честно поделить на слои ПО и договориться о стандартизации между этими слоями. Ну что думаете по этому поводу? Коллеги, ну я на самом деле удивлен, будто нет движения, я просто в своем выступлении затронул, что заказчикам не хватает сигналов, но я к регулятору обращался в данном случае, ну даже не в стэку, я прошу простить, Дмитрий Николаевич, а к Минцифре, да, к Минцифре, и Арсен Михайлович меня услышал, вот, на самом деле движение есть, коллеги, мы проводили в том году позапрошлом вебинары, встречи между разработчиками операционных систем, заказчиками, у вас этот информационный поток или эти сигналы до вас не доходили, поэтому я не могу, вот, простите, я за коллег, как руководитель ассоциации, который в том числе не входит, чему я очень рад, как бы в их защиту это не значит, что они там чего-то не дорабатывают, на самом деле сама ассоциация активно транслирует эту повестку и приглашает к этому диалогу, вот, поэтому, как бы передаю слово модератору, мы готовы, подойдите, давайте пообщаемся, посмотрим, что можно еще для вас сделать, спасибо. Спасибо. Я думаю, что все-таки нужно завершать, потому что вот это бесконечный разговор может быть, мы все вопросы не решим, безусловно, в рамках конференции вообще нельзя решить, на самом деле, какие-то супер вопросы, здесь скорее мы обмениваемся, чтобы поменять и свою точку зрения немножко, я честно говорю, что каждый раз, когда общаюсь, я что-то слышу, это меняет и меня тоже, я надеюсь и вас немножко, это важно, потому что мы должны все-таки вместе найти решение, здесь достаточно значимый коллектив, по-моему, у нас собрался вокруг самой конференции и внутри, и мы должны, иногда недооцениваем себя, считаем, что ну что от нас зависит, от нас очень много на самом деле зависит, вот если бы мы не запустили там ядро, сейчас безопасная разработка, еще что-то, лет пять назад, когда про это я говорил, все говорят, да ну это невозможно вообще в принципе, ну а что вы говорите, а сейчас, де-факто, стандарты крупнейшей компании, мы дружим и технологически, не просто потому что вот Академия наук, надо как-то ее поддержать, я надеюсь все-таки, да, на это, поэтому спасибо всем большое, еще раз напоминаю, что в этом году 75 лет IT-технологии в нашей стране, 4 декабря будем отмечать 75 лет, мы стоим на отмечах гигантов, и мы должны сами стать гигантами, потому что у нас выбора нет, иначе на наших отмечах же тоже кто-то должен стоять, потому что давайте. АПЛОДИСМЕНТИЕ 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 АПЛОДИСМЕНТИЕ